Итак, пошла запись, и у нас сегодня 11-я встреча Клуба анонимных бесконечников, которую мы обсуждаем, соответственно, со страниц 444 по 492. Это у нас, грубо говоря, часть про фильм «Марио», который смотрит в Академии на Дне взаимозависимости, ну и предлагающиеся всякие кусочки. Но мы с прошлой нормы решили, ну не успели, решили обсудить в этот раз сноску 145, собственно, про кусок испрофилирования степли Орена. И там говорится о найденной драме и как раз зачатке того, как она родилась и что там произошло. Это как раз была там условная микространичка в прошлой норме про Лайла и самого Джеймса Инконденсор. У нас, получается, там был кусочек, где рассказывалось первые там буквально пару абзацев, что Джеймс Инконденсор в соплях и депрессии направился после сауны к Лайлу со своей, так сказать, проблемой. И как раз удобно, что мы обсуждаем в этой норме, потому что у нас теперь развернутый есть тоже кусок про то, как мальчики из Академии, в принципе, периодически ходят туда в качалку к Лайлу, жалуются ему на свои проблемы психологические или бытовые или какие угодно еще. И мы понимаем, что таким же образом Джеймс Инконденсор поступил сколько-то еще много лет назад, пока он был жив, и вот у него были проблемы, связанные с фильмами. Как мы узнаем, критики к нему относились не очень хорошо в плане недовольства тем, что сюжеты у него, мягко сказать, так себе. Вот его это очень тревожило, и они, собственно, в тот вечер с Лайлом придумали, ну, как бы зародили общий концепт, который потом стал проектом «Найденная драма». Вот. И там же из прошлой части, там получается кусочек про Торжин Конденсор Лайла, про то, что вот они были странными, ну, странной парочкой собутыльников. Там важный кусок про Марио, который стоял на карауле, когда, собственно, Джеймс Инконденсор пил, и ему вот была необходима даже периодически моральная поддержка по дороге к туалету. И, в общем, Марио такой был некой тоже взаимозависимости от своего отца. То есть мы вот в какой-то момент с Лерой искали созависимых людей. Ну, вот в некотором роде можно сказать, что Марио до какой-то степени был созависим со своим папой. Вот. Ну и про Джеймса Инконденсор узнаем, про его особенности употребления алкоголя, где, собственно, у него переключались, так сказать, личности. То есть если есть люди, которые не сильно меняются по своему психотипу, структуре сознания и так далее при объединении, то как раз вот Джеймс был не таким. Он из тихого, такого взвешенного, кажущегося равнодушным человека становился таким человеком в этом плане наоборот. То есть эмоциональным, там, язвительным. То есть было сказано, что он там изливался желчью относительно людей, которые его не устраивали. Вот. И даже делал это, невзирая на возможные травмы от своих слов, оценок и прочего. И даже вот он сказал, что недоволен своим браком прям при Марио, но Марио ко всему относится философски и относительно. Поэтому он как будто бы сильно и не был одет. Вот. И узнаем, что Лайл читал мультяшным голосом стихи Блейка в Инканденсе, из чего потом вот родился фильм на основе бракосочетания рая и ада. В Инканденсе есть такое сфильмографии. То есть, собственно, это вот весь кусочек. И вот именно про сноску 45 и все эти моменты мы сейчас поговорим. Но я вспомнила, что я, собственно, забыла главное спросить, как вам эта норма. Поэтому вот теперь вы можете вступить в диалог и рассказать свои впечатления, но затрагивая и этот кусочек, который я озвучила, и сноску 45, ну и вот, собственно, основной кусок чтения. Кто готов сказать свои впечатления? Возможно, Георгий, раз пришел готов. Просто у нас Георгий присоединен. Да, привет. Значит, привет. Слушайте, я должен признаться, что я сильно не все прочитал. Значит, я читал описание самой вот этой вот вечеринки, вот Дня взаимозависимости, значит, вот. И она такая смешная, что я решил, что я не буду портить себе ощущения никакие и не буду читать ничего другого. Значит, потому что сама по себе вот эта вот тема вечеринки и тема, значит, того, как кто-то куда-то с вечеринки сбегает там, значит, вот для каких-то своих дел вот они бегают к этому, значит, вот тренерскому тренеру. И, значит, и сам по себе вот этот вот фильм, который Марио снял, значит, это так ржачно и так похоже на то, что происходит у меня в реальной жизни, когда люди начинают вот какие-то там бюрократические бюрократы, вот когда ты их там начинаешь, им там, ну, там, им дают слово. И они начинают вот нести какую-то вот околесицу. Вот это вот перечисление, значит, людей, которые там, как они будут, вот кто является беженцами, кто не является беженцами, значит, на каких транспортных средствах эти беженцы будут эвакуироваться. Я просто уписался от смеха, значит, вот, значит, это так похоже на то, что у меня происходит в реальной жизни, что мне это было очень-очень-очень смешно. Вот, ну, в общем, я получил, так сказать, от этого кусочка я получил большое удовольствие. Угу. Единственная такая поправка, в общем-то, по-моему, это примерно все, что мы и читали. Мы там дальше куда-то, насколько я помню, читали. То есть, по сути, фильм, вот эти вставки, вот это вот все как бы, ну, может быть, там, концовку какую-то вы там не задели про рекламу. Но если вы про рекламу читали всю эту историю рекламную, то до конца. Так, кто еще хочет рассказать? Да, про рекламу, да. Да, значит, все, значит, вы все прочитали. Да. Так, кто хочет рассказать свои впечатления? Ну, я, наверное, больше у меня как-то по ходу получается какие-то высказывать свои мысли по реальных каких-то там моментах. Но я на самом деле, видимо, вот как раз сейчас я максимально достигла того, что хотел Олис от читателя. Я перестала понимать, я читаю сноски или текст. То есть, у меня какой-то микс уже непонятный происходит. То есть, я уже запуталась. То ли текст, то ли сноска. И вот это все уже у меня в куче. И из-за этого как-то я уже не совсем до конца понимаю очередность происходящего. И в тексте тоже. Он как-то так фразы интересно строит, что я очнусь где-то посредине абзаца и заново начинаю читать его. Потому что он как-то то ли с каких-то, или с прилагательных начинает, или с чего-то несущественного в начале предложения. И нет вот этого какого-то, видимо, сигнального слова, о чем дальше будет. И как будто вот и со сносками это какой-то непередаваемый эффект происходит. Ну, а там по ходу вот этих всех самого сюжета тоже я вот... Не знаю, вы успели прочитать то, что Света написала. Мне вот это все очень сильно напоминает то, что происходило в Америке, когда Трамп был. Когда какая-то мешанина, что пусть Европа сама платит. Он же то же самое говорил о том, что там вот не будем НАТО стансировать и прочее. То есть как будто я читаю прошлые новости о том, что там происходит, как они принимают решения. Наверное, еще по ходу что-то там вспомнили, в заметке посмотрю. Но как будто описывается то, что уже было. Было два раза. Было в художественном произведении и в реальности то, что произошло. Вот пока так. Ну, я еще вот комментарий небольшой к твоему способу чтения могу сказать, что Вользе же, когда писал, он все-таки ориентировался на бумажную книгу. И вот я говорю, я один раз, когда мне пришлось поехать в деревню и не хотелось, естественно, тащить такую огромную книгу, я попробовала почитать электронный вариант. И там были сноски, в которых были сноски, в которых были сноски. Я, словно говоря, я поняла, что это невероятно. Я запуталась буквально сразу. А когда вернулась и попробовала бумажные книги, это гораздо проще. Ну, то есть все-таки там ориентированность есть на бумажную книгу, и там есть тоже определенные свои эффекты. Но я думаю, что вот это появление таких технологий, что вот электронное чтение, там такое развитое, и вот переформатирование книги в электронный вариант, ну, больше возможностей заблудиться. То есть это какое-то еще суперусложнение. Не знаю, понравилось бы которое Волесу или нет, или если бы он попытался переделать ее или сделать сразу в электронном варианте, может быть, каким-то образом упростил. То есть тут мы, конечно, не узнаем никогда. Но важно отметить, что те, кто читает в электронном виде, у нас, я насколько понимаю, не только Лера, там вы прямо в гораздо большем водовороте этих сложностей. И, наверное, даже большие герои, если через это все продираетесь. Так, кто-то еще хочет сказать свои впечатления? Например, да. Я хотел добавить, знаете, о чем? Мне по какой-то причине, значит, помните, был очень-очень старый советский фильм, он назывался Новый Гулливер, где были кукольные лилипутики, значит, которые, значит, вот с странными песклявыми голосами, потому что их запись, их голос опускалась на скорости, там, значит, там, ну, в полтора раза быстрее, чем они на самом деле пели, значит, там, значит, вот распевали всякие смешные песни. И вот по какой-то причине вот эта вот история с фильмом, который Марио снял, значит, в смешных декорациях чулана-уборщика, значит, вот в куколках, сделанных из, так сказать, каких-то там, значит, вот палочек и веточек, там, так сказать, слепленных, так сказать, ну, вот из чего попало, значит, и тем не менее он добивается какого-то такого прекрасного эффекта, да, значит, со всеми вот своими вот этими вот вроде бы простодушными, значит, но на самом деле чрезвычайно, значит, чрезвычайно трогающим зрителя, значит, приемами, да, потому что, конечно, вот вся вот эта вот картина, Лера совершенно права, вот мы читаем, значит, мы читаем, то есть вот у меня, ну, то есть у Олеса в каком-то смысле как Владимир Сорокин, тоже такой бизионер, значит, то есть он, так сказать, вот в момент написания этой книги, так сказать, предвидел какие-то вещи, которые произошли сейчас, мы их очень-очень-очень сильно узнаем, там, можно их там привязать, там, значит, здесь к Трампу, тут к этому, к пятому, к двадцатому, но, значит, ну, это прямо очень смешно. Ну, у меня, кстати, по впечатлениям, ну, просто пока не забыла сказать, именно формат, я-то, ну, не сильно искушена там в кукольных театрах о чем-то таком, но вот эта политическая тема и куклы мне, естественно, немножко все равно напомнило, это шоу куклы, хотя понятно, что физически это выглядит по-другому, но какой-то вот сам некий смысл, то есть как будто бы детский вариант этого вот шоу из нашего, получается, детства, там, из чьей-то молодости, там, соответственно, вот у меня какая-то такая, все равно, да, отсылка была, то есть, ну, не знаю, будут ли какие-то, какие у кого еще другие ассоциации с фильмом, но вот у меня такая, вот фильм, про который вы говорите, вот я, к сожалению, не видела, я не могу визуально его воспроизвести, если вы нам скинете в чат там название или там ссылку, то будет здорово. Да, я скажу, все-таки впечатление, значит, двоякое впечатление, потому что мне понравилась часть про мультфильм, про фильмы Марио, значит, и вот этот весь эпизод напомнил мне почему-то безумные чайпики, потому что они там были в шляпах, и все это напоминало какой-то фарс, и было очень такое театральное, ну, что внутри как бы этой главы, да, и вот в фильме Марио тоже. Вот, а второй кусок это вот это про рекламу, и здесь я просто запуталась в дебрях, потому что я в общий смысл поняла, что хотел сказать автор, то есть к чему он вел, да, почему стали популярны картриджи и так далее, но он как-то так занудно это написал, что я что-то там запуталась, в общем, надеюсь, что мы немножко распутаем всю эту историю. Вот. Ну, не надейся, на самом деле я тоже, ну, если ты говоришь прям про суперконкретику, например, я тоже запуталась, я вот читала это буквально вот пару часов назад, и, ну, вот конкретно какие там студии, какие люди там, это все, я думаю, можно потом там при перечитании как-то разобраться, но может быть, если какие-то у нас конкретные вопросы возникнут, другие ребята нам помогут там на какие-то вопросы найти ответы, но я тоже поняла только общий смысл, но, слава богу, это самая концовочка, последние там пара листочков, а так, ну, все остальное, да, это вот этот прекрасный момент с фильмом, чайпитием, мне понравилась очень твоя ассоциация про безумное чайпитие, мне такой не было, но сейчас я думаю, что да, очень похоже. А у меня не было ассоциации с куклами, вот я, когда ты сказала, я тоже подумала, что да, там, конечно, куклы были другие, но сама идея, она чем-то похожа с этим ток-шоу известным, Шендорович, по-моему, его делал. Так, кто-то еще хочет высказаться? Я могу, мне было, мне кажется, несколько скучно, что ли, читать, ну, то есть, местами было интересно, и мне очень понравилась эта часть про Лайла, как к нему все приходят за советами, вот, это было, вот это мне было, в общем, понравилось. Да, как бы часть про Лайла гармонично, в общем-то, вплелась, и она тоже вроде бы с юмором, вроде бы с какими-то интересными, глубокими вещами, но, на самом деле, и в юмористической составляющей, вот, в общем-то, всей этой главы тоже, мне кажется, очень много вещей, на самом деле, не юмористических, вот, и мы сейчас потихонечку по ним тогда пойдем, и у меня тогда вопрос, я вначале перед тем, как спросила вас про впечатление, вот, вкратце пересказала из прошлой части, вот, про Лайла и Джеймсен Конденсу, и если у вас какие-то там вопросы, замечания, какие-то там заметки, в общем, что-то, что вы хотели бы сказать вот по этому эпизоду, то есть, можно вот про это сказать, и про найденную драму, соответственно, то есть, про ссылку 145. Так, ну, смотрите, сноску 145, прочитали, да? Да. А что там, напомни, просто я не всегда соотношу, вот, знаешь, это как раньше был анекдот про анекдоты, там, значит, сидит компания, да, старых друзей, и кто-то говорит там 121, и все ха-ха-ха-ха-ха, а другая говорит 44, все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, уже анекдоты уже все по сторонам друг к другу пересказали и помнят под этим анекдотом, что, вернее, под цифрой какой анекдот содержится. Соответственно, я не всегда понимаю, то есть, наверное, лучше там, примерно о чем говорите, потому что вот 142, не совсем понятно. Да, ну, она просто одна была такая большая, ну, вот, в последний раз. Это где Орин, где интервью Орина у Степли, где они говорят про найденную драму, там, где пропущены вопросы, и где Орин сразу дает ответы, получается, где он рассказывает историю создания найденной драмы именно в том варианте, в каком он ее, видимо, знает сам частично, знает от Хэла, потому что, помните, Орин созванивался с Хэлом, чтобы узнать какую-то информацию, которую он может рассказать своей Елене. Ну, своей, в том плане, что он же в нее там практически или непрактически влюблен, и он даже в этой промсноске там говорит о том, каких он там замечательных женщин встречал, но они не были там так умные, прекрасные и прочее. Вот эта часть, помнишь, Лера? Хорошо, давайте попробуем таким образом. Помните ли вы, что есть фильм «Найденная драма» и какое у вас есть понимание о том, как он возник, почему и что это такое? Я проскочил мимо, потому что я интервью Стипли с Орином попытался читать, мне показалась такая дурацкая ахинея, значит, что я как-то вот не одолел. Ага. Так. Ну, мы сейчас все равно по нему в любом случае пройдемся чуть-чуть. Ну, там оно, на самом деле, три страницы бумажные, поэтому там такого, что прям много и нет. То есть там вот из важного получается, ну, во-первых, интересная сама структура, что нам не даются вопросы, которые задавала Елена, она же Стипли, а даются только ответы, вот, и начинается с того, что вот говорится про Джеймсен Конденсу, которого Орин называет «чокнутым аистом». про то, что вот мы думали, что большую часть времени он просто смешной. Ну, они, видимо, семья Инконденс. Вот. И там говорится, что часто режиссеры Эрдхауса шли как-то от конкретики к абстракции, а у него был путь скорее наоборот. Он начал с очень абстрактных фильмов. Там, вот, если помните, там про какие-то зеркала и преломления, что-то там про свет были тоже какие-то фильмы. Ну, то есть вот именно что-то совсем бессюжетное, совсем не абстрактное. А дальше его критики начали очень сильно гнобить за бессюжетность. И он потихонечку пришел к как раз-таки вот этому вопросу сюжета. Правда, тоже он к этому пришел там необычным способом. Ну, в смысле, его фильмы не стали массовыми. Я в этом плане имею в виду, что это все равно стало с Эрдхаус. Но просто это уже были какие-то конкретные там исторические события, какие-то конкретные сюжетные эпизоды. Вот, и если мы уже возьмем материал, который мы прочитали в этой норме, вот, про фильмы, собственно, вот, про цирк, потом Медуза и Адалиска, и прикол, то есть вот после них они публике, как мы помним, не зашли, публика не особо их оценила. Вот, он уже вообще перешел к найденной драме. Если мы помним из фильмографии, их тоже довольно много, этих найденных драм. И у нас это фильмы, которые есть только, как бы, ну, грубо говоря, в арсенале критиков в том плане, что их в реальности нету. Нету этих картриджей, нету этих съемок. То есть этих съемок не было в целом. То есть просто Джеймсон Конденса получал гранты под свою некую там новую гениальную идею, которую вот он как раз-таки разработал с Лайлом. И он отсылал, значит, в текстовом варианте, я так понимаю, вот эти описания фильмов. Ну, в общем, не знаю, как это формулировать, что там было конкретно. Я вот как раз тоже хотела с вами поговорить, как вы себе представляете эти фильмы «Найденная драма». Вот, и критики были в полном восторге, но, как бы, со временем раскрылся момент того, что этих фильмов, в общем-то, нету. Вот, и при этом, конечно, Джеймсон Конденса денег не вернул. На что тоже, наверное, до телегрантов обиделись. Вот, и вот мне интересно, что вы это помните, и как вы вообще, какие у вас впечатления вот от этих синематографических вот событий? Ну, как вы вообще понимаете вот эту найденную драму, и как вы считаете, там, в чем ее прелесть, или там, наоборот, или чем она особенная? Ну, если я правильно поняла, найденная драма – это про то, что они тыкали пальцем в справочник, ну, то как раз о чем-то писало в чате, и выбирали просто одного героя. И далее, ну, как бы, что там с ним происходило, не совсем понятно. Возможно, это какая-то драма одного человека, или просто его обычная жизнедеятельность, какое-то бытое описание. Вот, в чем там драма, непонятно, почему найденная, тоже не ясно. Вот, пересмотрела фильмографию, фильмографии, там просто найденная драма, найденная драма, найденная драма, то есть никаких сюжетов нигде не пишется. Ну, вот как-то так странно это выглядело. Не знаю даже, что там могло в этих фильмах происходить. Там вот в этой, соответственно, сноске интересное описание, ну, то есть там вообще сказано, что это прикол, то есть как бы и сам Инканденция, это, видимо, и Лайла, и все, кто об этом знал, воспринимали это как некий прикол. То есть это была месть Инканденции вот этим критикам, надоедливым, которые его там, как ему казалось, почем зря гнобили, а не признавали, там возносили и так далее. И, значит, написано, что теория прикола в том, что зрителей, режиссера, сцены и мизанцины нет, потому что, как заявлял Чокунды Аист и его подпевалы, в реальности этого тоже ничего нет. И протагонист не знает, что он протагонист и найденная драма, потому что в реальности никто не думает. А, и, значит, и протагонист не знает, что он протагонист на единой драме, потому что и в реальности никто не думает, что участвует в какой-то драме. То есть, по сути, получается, режиссер, как мне кажется, режиссер Инканденса вообще, как таково, отошел от кинематографа, к привычному пониманию какому угодно. То есть это больше просто чистая литература, чистая такая полностью литературная абстракция, просто фантазия о рандомно найденном человеке. Ну, то есть, наверное, смысл в том, что этот человек реально существует, как будто бы потому что он есть в этом телефонном справочнике, но он про него просто фантазирует, что там с ним происходит. Причем в лучших традициях Инканденса тут написано, что сам обычно представлял, что мужик просто сидит и смотрит картриджи или считает какие-нибудь узоры на обоях, или смотрит в окно. То есть мало того, что он брал просто, там, не дротиком кидали вот в этот справочник и брали фамилию, так еще и сюжет был вот там, что, не знаю, Иван Иванов, условно говоря, сидит и смотрит в окно. Вот она, найденная драма, как бы. Ну, и мысль такая, что вообще, в принципе, мы все участвуем так или иначе, то есть все наши события можно представить все равно как некую драму, просто в зависимости от того, в какой описательный контекст это поместить. Ну, то есть, что даже там какое-то абсолютно нелепое действие, ну, нелепое в плане неинтересное, не красочное, не кинематографичное, можно, тем не менее, представить как какое-то драматическое, по крайней мере, можно вот так вот критикам это все поднести, потому что критики поначалу писали кипятком от такой идеи. И даже вот они поднимали его на знамена как предел авангардного неореализма и говорили, что вот, может быть, Айс заслуживает переоценки за драму без зрителей, но с ничего не подозревающими актерами, которые вполне могли уже переехать или умереть даже. Вот, и, кстати, Инканденсии даже нравилась идея, что они вообще, в принципе, могли умереть, что это даже не просто неподозревающие в ничем актеры, которые, ну, люди живут и не знают, что их имя, там, их личность участвовала в каком-то проекте, но они уже, в принципе, могут даже не существовать, потому что умерли. То есть вот этот сложный абстрактный концепт приносил Инканденсии такое вот удовольствие особенное. Мне кажется, у него уже даже не фильмы были какие-то, а перфомансы или что-то в таком духе, когда участвует у Абрамовича художница, когда зрители участвуют в этом акте искусства, и уже даже не фильмы, а что-то такое вот, скорее, какое-то всеобщее действие, чем фильм как таковой. Особенно там был момент, где приходят зрители, и им показывают самих себя, то есть транслируют, и там они смеялись, что в конце оставались только критики, которые максимально долго могли любоваться собой, и только они выдерживали там максимально долгое время глядеть на себя. При этом идеологически Медуза и Адалиска, где в зале, в конце концов, не остается никого живого, и вот эта вот тема, значит, с показом зрительному залу самих себя, где тоже все как-то потихонечку разбегаются, значит, они как-то у меня перекликаются. То есть мне кажется, что это более-менее об одном и том же. Да, мне тоже кажется, что это примерно об одном и том же. И это получается, если вот про то, что я рассказала про Абрамовича, про перформанс с зрителями, то как раз-таки вот Медуза и Адалиска и фильм «Прикол», где вот зрителям показывают их самих, вот как раз вот эти фильмы как будто бы соотносятся с проектами, вот этими перформансами Абрамовича. А найденная драма – это уже получается, что, по сути, самого актора, то есть самого этого действующего лица в самом процессе, его и нету в принципе. Ну, это все равно, что мы сейчас возьмем любого рандомного человека, ну, вот не знаю, начнем сочинять историю некую, вот что сейчас делает Артем наш из Фактотума. То есть он об этом даже не знает, и он как бы не участвует, но мы про него историю вот сочиним, и получается, что он как будто бы участник, да, он как будто бы там, ну, действующее лицо, но на самом деле он же сейчас, ну, как бы никак с этим не связан, он сам не участвует, то есть такая вот очень сложная конструкция, которая уже после, ну, следующая ступень, после вот этих фильмов, когда там человек показывает самого себя и вот прочее, то есть это уже такой концепт в этом смысле сильно перекрученный, как бы, ну, скорее, ну, то есть вот сама идея, как я ее понимаю, про то, что вот мы все какие-то действующие персонажи, так или иначе, ну, то есть, по крайней мере, мы можем в любой момент точно стать персонажами в чьей-то другой истории. То есть любой человек, не знаю, там, условно говоря, в момент воспоминания, то есть когда мы думаем о другом человеке, мы там вспоминаем либо прошлое, либо мы фантазируем, как, условно говоря, мы с ним встретимся завтра, и мы вот создаем эту найденную драму, как будто бы с нуля, и при этом имея в виду конкретного человека, но он в этом процессе даже и не участвует. То есть как-то вот так. Знаешь, что еще мне напомнило? Это найденная драма и ее описание. Мне почему-то напомнило это именно главу Эрдеди, которая у нас была в начале, где, ну, напоминаю, где герой по имени Эрдеди ждет звонка от девушки, которая обещала притащить ему траву, да, ну, в общем, наркотики. И фактически там же тоже, ну, как бы ничего не происходит. Ну, то есть он никуда не двигается, не уходит из дома. Да, он находится дома, он смотрит на насекомых, он ждет звонка. Но я помню по отзывам, всем очень эта глава понравилась, и драматизм ее зашкаливает. То есть там такие эмоции, вообще такая буря страстей, как бы, и такое напряжение, что как будто бы, ну, вот похоже, у меня почему-то перекликается эта найденная драма с историей именно Эрдеди. Ну, кстати, очень хороший пример, то есть вот, что какое-то событие, лишенное даже, так сказать, движа, да, то есть полный стазис, да, как там говорится у нас в различных тут эпизодах, когда про Фидмы, что вот это был стазис, стазис, то, ну, как бы, получается, что само ощущение, то есть мы просто, ну, вот ловим этот момент, что мы понимаем его, допустим, психологическое состояние, мы так вот накручиваемся его психологическим состоянием, так в него там эмпатически проникаем, что даже без всякого действия, да, мы ощущаем это как драма, например, ну, то есть вот пример Эрдеги, да, его можно считать полностью как драма, ну, вот в классическом понимании, хотя вот он просто вот смотрит на насекомый, даже вот момент эти с появлением и уходом насекомых, про то, как он себя с ним ассоциирует и так далее, ну, то есть какая-то такая сложная, там, не знаю, конструкция в духе трагедий древних и так далее. Поэтому, да. Если бы это снималось, снималось как кино, то это да, это была бы максимально странная какая-то картинка этого всего. И, скорее всего, сложно было бы, наверное, в кино именно передать драматизм всего происходящего. А мне как раз кажется, что довольно много таких арт-хаусных фильмов, которые часто воспринимаются людьми неподготовленными, что они там максимально затянутые. Но если каким-то образом настроением, своим состоянием поймать волну, то в какие-то определенные штуки тоже погружаешься. Канематограф способен передать такие вещи. Просто, скорее всего, для того, чтобы достигнуть этого ощущения, которое мы получили через главу про РДД в литературе, фильмы все равно как-то по-другому строился совсем. Ну, то есть, ну, передать возможно. Вот. Но сложно, да. Ровно это я имела в виду. Безусловно, они есть. И они очень, как бы, на любителя и очень под настроение. И не все их воспринимают. Вот. Но в целом, да, есть какие-то такие фильмы. И разные всякие приемы. Потому что это же надо не просто типа сесть и снять чувака. Вот какие-то там, опять же, свет, там, не знаю, тень. Вот это все. То есть, вот, с помощью таких специальных приемов все вот это вот грамотно передать. Хочу буквально два слова сказать, что вот с одной стороны, конечно, вот Чокна Траист, конечно, такой конь разводной, да. То есть, вот, так сказать, вот втирал вот этим критикам какую-то, значит, вот пургу про свои там несуществующие и неосуществленные фильмы. Но должен сказать, что такого рода, значит, такого рода истории и во многих во многих слоях жизни существуют. В частности, например, в профессиональном спорте очень, значит, очень распространена тема, когда какой-нибудь атлет, значит, снимает ролики о своей подготовке к соревнованиям. Вот он делает там одно, другое там и вот так, и вот это, и все, да, ой, и карасавчик, он сейчас победит, и все, а потом и он на соревнования не выставляется, значит, вот по там, ну, по каким-то причинам. И, значит, и вся вот эта вот, и вся вот эта вот шелуха, значит, вот дальше не стоит времени, вот, которое было потрачено на просмотр. Спасибо за это замечание. Так, и еще, наверное, последнее по поводу антиконфлюенциализма. Вот, по-моему, скидывала Лера в чат, ну, про то, что это про, ну, смысл переводится, условно говоря, как антислияние, и я вот смотрела там в лекциях других вот по шутке, что, ну, если на наш кинематографический язык можно перевести, это так примерно, что в фильмах по-хорошему должны вот линии сюжетные, там, какие-то прочие, там, в итоге соединяться и образовывать какую-то такую неповторимую цельность, а здесь как раз-таки, как будто бы про обратный процесс, когда все расползается как ну, там, лабиринт с множественными выходами, но в том плане, что когда, наоборот, там, линии, которые должны сюжетные, там, или какие-то там все определенные сюжетные ходы слиться, то они, наоборот, не сливаются, то есть все, там, ну, не знаю, мозаичное или вот такого плана, ну, то есть не цельность, а наоборот, вот я не помню, что у нас является антониумом цельности, напомните мне. фрагментарность, раздробленность. Да, 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 наверное, вот, да, вы у меня молодцы, фрагментарность и раздробленность, идеальные слова, спасибо. Вот это примерно вот такие фильмы по их, вот, скажем так, наверное, лексическому смыслу или как это можно выразить, то есть здесь речь идет про это, то есть и он потихонечку шел вот к такой раздробленности. Так, и тогда мы возвращаемся на нашу прекрасную вечеринку и у меня тогда вопрос к вам такой, для начала про шляпы. Я понимаю, что, наверное, вы все в восторге, как можно быть не в восторге от такого количества прекрасных всяких шляп. Какие у вас с этим ассоциации, почему они в шляпах, что вам это напоминает? Все ваши мышцы о шляпах вы можете сказать сейчас. Ну, вот первое, конечно, то, что Даша сказала относительно безумного этого чайки, это там шляпник первым делом, но второе, какие-то отвлеченные аналогии с Господи, в Англии проходят вот эти всякие иконные бега и все шляпки там обязательно какие-то странные надевают, то есть это прям часть дресс-кода, что ты должен шляпку надеть какую-то странную, максимально витеватую. У кого какие еще может быть ощущения есть по поводу шляпки? Я попытался найти в интернете картинку шляпы проповедника, в которой сидит Хэл, и я так понимаю, что речь идет о просто из-за розетки выключившем. и я так понял, что шляпа проповедника, в моем понимании, это должна была быть какая-то такая шляпа, примерно как у первых пилигримов вот этих вот такая с высокой тульей и с коротенькими краями, но я ее в итоге не нашел, то есть если кто-то увидит и найдет какое-то нормальное объяснение, как вот это Причерс Хэд, как вот она как выглядит, мне будут чрезвычайно признателен за информацию, потому что то, что я увидел в интернете картинки, это полная химия. Интернет показывает широкополую шляпу, насколько я смотрела, такую достаточно классическую. Ну, вы можете все варианты там с подписями желательно присылать в чат, мы будем рады любым шляпам. Моя личная ассоциация, ну, то есть я про шляпы ничего не представляю, я их всех представляла максимально адстрактно, кроме картонки, на которой написано шляпа, ее представила довольно конкретно, а остальное все очень смутно, но сама идея мне показалась, вот смотрите, они сидят на этом празднике, на этом большом застолье, то есть длинные большие столы, и много-много-много ребят, и там тренеров, и в общем всех старших из академии, и все про своего нелюбимого два срока президента, и так далее, и шляпы, ну, там, даже не представляя их, не зная их ни одну, можно все равно понять, что они совершенно разные, и как будто бы относятся и к красным странам, и к разным эпохам, и вот у меня возникло ощущение, что они так вот как раз и хотели передать вот эту атмосферу, что вот на этом дне взаимозависимости, что он, что этот праздник, он имеет отношение, он связан с вот этими разными эпохами, и там народами, и культурами, которые находились там на североамериканском континенте, и вот как каждый должен быть каким-то представителем какого-то класса, какой-то общины важной, какого-то времени и так далее, то есть это как будто бы вот парад истории, парадовских персонажей, которые, в принципе, существовали там, которые исторически важны, то есть просто там, допустим, через костюмы, наверное, это как-то физически сложнее, ну то есть как-то головной убор там попроще найти или смастерить, а прямо вот озаботиться полностью костюмом, это и денежный затратнее, как бы, и так он сложнее, а шляпы это вот такой, ну как бы универсальный выход, ну вот мне показалось, на что-то такое похоже, вот эта тема, по крайней мере, я так воспринимала ее, что вот это поращей именно всех, вот начиная там с ведьм, в шляпе ведьмовской у нас была Аврил, то есть, а это вот переселенцы, они же вот были когда в Европе, то есть среди них были там и ведьмы, вот и главная из них Аврил, тоже, ну, интересное обозначение, что Аврил у нас имеет некую магическую силу, так или иначе, на свою семью, там, на академию, то есть, какие-то определенные способности, определенную власть, вот, ну и дальше можно, наверное, конкретно там по шляпам и людям разбираться, но это уже конкретика, я, к сожалению, до нее не дошла, это прям вот до всех. Да, вот не хватило времени, и я так вот для себя отметила, что явно шляпы соотносились с героями, которые их надевали, но из-за надо прям отдельно садиться и соотносить это все, то есть все равно там действительно так плотно все упаковано, то есть я тоже постоянно читаю, мне многие вещи, надо отсылки какие-то смотреть, какие-то или имена, или термины, или вообще, что это означает, и поэтому я как-то не успела соотнести, я еще сейчас, ты вот пока рассказывала, и вот эти разные представительства, там, комьюнити разных, там, племен и прочее, какой-то карнавал, когда все наряжаются, карнавал, и сам характер вот этого фильма, который они смотрели, он тоже уже такой комический, то есть такое изощренное издевательство вообще над политиками, то есть это явно не исторический какой-то, да, фильм, а именно такое, издевательство, и вот этот вот, наверное, вот эти наряды, соответствуют характеру комичности, мне так, мне так кажется. Ты еще пока говорила, мне пришло в голову слово фарс, то есть, как бы, как там, трагедия повторяется, там, вначале, как комедия, потом как фарс, или как там звучит это выражение, но смысл в том, наверное, они все-таки вот к этому историческому процессу, который они тем более смотрят фильм каждый год, и как будто бы они все равно, ну, политически участвуют, ну, как бы должны, как академия, там, как место, где все равно, так или иначе, у них, наверное, политика такая, достаточно, тоталитарная в плане, вот, навязывания каких-то своих, таких американских идей, она остается, то есть, я насколько понимаю, в реальном США, там тоже, ну, ну, как бы, плотно, среднежительство, соприкасается с политикой, так или иначе, то есть, много этого в телевидении, много этого в жизни, там все равно это, как бы, важно, вот, и здесь они немножко подустали от этого, даже будучи, там, детьми, там, и так далее, и вот, но все равно, наверное, идея про фляпу, она же связана с руководством, то есть, и вот каким-то образом они все равно это все сдвигают на линию фарса, по крайней мере, ну, может быть, не умышленно, но в итоге это вот напоминает фарс. Так, и мы, значит, переходим к нашему прекрасному президенту, Джонни Джендлу, славному Круннеру, Круннер, это певец, если что, если кто-то не гуглил, вот, и, собственно, вот тут у нас, прекрасный певец, там, секс-символ своего времени, вот еще до президентского, снимался там в каких-то фильмах, и, там, главная его особенность, которая отражена, в общем-то, в книге плотно, это его обсессивно-компульсивное расстройство, то есть, помешанность на чистоте, и я вот в чат отправляла ссылку на, ну, как одного из прототипов, потому что там где-то прям указывалось на города Хьюза, то есть, там более подробно рассказывалась история Хьюза, там можно почитать, как это все вообще, до какого безумия может доходить, ну, и тут, в принципе, у нас тоже это описано, то есть, да, тоже комично, но, по сути, конечно-то, в реальности это самому человеку страшновато, ну, возможно, даже окружающим еще более страшновато, потому что иногда это может доходить до каких-то прям сильных крайностей, но здесь у нас он просто, вот он в таком неком а-ля солярии, насколько я понимаю, вот эта камера, где его там обдувало, обжигало, там, вот, что у него даже слезал там верхний слой эпидермиса, и у нас там несколько раз уже там говорилось, что он загорелый, вот, значит, он постоянно в ней, то есть, борется там со всякими микробами, он выступает перед своими там избирателями, всегда там в маске, всегда в перчатках, в общем, у него много таких своих штук, к которым уже народ вроде как привык, ну, вообще такой образ президента довольно интересный, если у вас какие-то вот с джентлом ассоциации там среди реальных американских президентов или каких-то, может быть, других там важных исторических личностей, что-то вы такое заметили? Ну, с Дональдом Трампом ассоциация возникла, но это что-то как-то слишком. Через что? Через что? то есть, по каким критериям? Загорелый. Угу. Ну, и такой, типа, следящий за собой, отчасти зацикленный на собственной внешности, да, ну, там напрямую не говорится, но ассоциативно у меня почему-то, да, особенно когда про солярий, про это. Угу. Ну, у меня еще есть некая ассоциация с Кеннеди, ну, во-первых, потому что там, в принципе, когда говорилось про его речь, там так и говорилось, что это, как бы, парафраз, как бы, переделка, а вот инаугурационная речь о Кеннеди, ну, у меня, просто я представляю Джендла довольно молодым, ну, то есть, я там не помню, что там было указание, насколько ему сейчас лет, но мне, ну, мне он представляется, молодым там, условно говоря, что ему там до 50-50, ну, в таком как бы, да, то есть, что не то, что ему там 80 лет, как некоторым президентам, вот, и он там подтянутый, спортивный, вот он загорелый, внешне, ну, мне представляется симпатичным, я не помню точно, если там, вот, в тексте там прямая, как бы, цитата, что был ли он там красавчиком или нет, ну, то есть, вот именно внешне, как следящий за собой, вот, как Кеннеди в чем-то, то есть, ну, только такой гипертрофированный Кеннеди, вот, в плохую сторону, а также у нас же был президент-актер Рейган, то есть, в этом плане тоже, то есть, какой-то, наверное, Уоллес сделал сплав из реальных президентов, плюс, наверное, ну, у него были какие-то цели добавить, вот, это ОКР президенту, но, там, допустим, Говард Хьюз, ну, реально в Америке, он же там в свое время, там, в 60-е, или когда-то он был на пике, тоже был там, допустим, самым богатым человеком в Америке, имел какое-то влияние, ну, то есть, вот, какой-то вот сплав президентов, богатеев, вот, какой-то такой образ, ну, и который играет, естественно, в этой параноидальной немного реальности, которая у нас, естественно, отличается от нашей привычной реальности, тем, что, ну, с отходами там, прям совсем беда, я думаю, вот, мы наконец-то в этом прям полностью убедились, тут уже конкретно вся история, там масштабы, то есть, и до этого у нас было, конечно, все понятно, но теперь у нас прям есть примеры доказательные, и более яркие. Мне, кстати, кажется, что там не конкретный какой-то персонаж, и даже не сплав, какая-то черта, которая часто встречается у людей, которые вот там на вершине власти, есть книга очень хорошего психиатра британского, я забыла его фамилию, как это очень такая простая, то ли чейс, а, Оуэн, Оуэн, вот, и она называется гибрис-синдром. Как? И там гибрис-синдром. Гибрис-синдром. И там, значит, как раз он с точки зрения психиатрии описывает людей, которые очень долго находятся во власти, и вот это изменение их психики, когда они отрываются от реальности, и они все довольно похожи, начинают черты приобретать. То есть, короче, вот мне кажется, вот это вот, чуть-чуть, как это, чудить-чудить. Врать. Вы, кстати, заметили, там был такой момент очень интересный, что, когда докладывают, по идее они объявляют, что земля, которая Канаде принадлежит, мы туда будем кидать мусор, и вот эта вся часть, там даже сам президент ничего и не говорит. От первого лица там нет. То есть там только... Вот, то есть как бы его и нет. Какой-то обобщесленный такой, как будто как кукла какая-то, которая уже просто, не то, что она не существует, а полный отрыв, какой-то, от реальности вообще. В общем, если интересно, просто там вот эти все ОКР, и нарушения, и патологическая лживость, там как-то вот, просто вы все начали говорить там, то это Трамп, это этот самый Кеннеди. Но на самом деле, это вот как раз, мне кажется, что-то в людях образуется такое, что их объединяет, облеченных властью. И вот они как будто перерождаются, ну не то, что они перерождаются, а начинают быть какими-то вот такими людьми, не совсем теми, какими они были до этого, но это именно вот продукт того, что они очень долго вообще были на вершине, и как бы слишком, может быть, поверили там в себя, и просто оторвались вообще от того, что происходит там на самом деле. Ну, это интересная и важная мысль, с которой я, в общем-то, даже, мне кажется, полностью согласна, что люди под влиянием властью психологически изменяются. Единственное, что, простите за мой французский, но мне кажется, что джентл, в принципе, изначально базово был припизднутый, потому что, если мы вдруг вспомним конец, да, этой нормы, где про рекламу, там вот это все, мы к этому потом придем, и самая концовка, про то, что рекламный агент, я сейчас забыла, как его зовут, вот этого рекламного агентства, которое, по сути, разорилось, когда телекомендуют расседу. Вилс, Вилс его, Вилс его фамилия. Да, 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 вот этот Вилс, который вот из рекламного агентства, он имел одну блестящую рекламную компанию, собственно, вот найдя вот этого, вот певца, такого там среднепопулярного или какого-то, он его довел к президентству, то есть, но, по-моему, там как бы указано, и когда мы читаем про Джентла, что он базово изначально был вот со своими прибабахами, то есть, понятное дело, что, наверное, они там со временем усугубились как раз таки вот от стресса, то есть там указано, что у него был там гигиенический стресс, там друг прочий стресс, да, то есть, в связи с какими-то событиями, это понятно, но он базово тоже как бы человек специфический, и второе, ты правильно сказала про то, что он как некая кукла, там прям в прямую говорится, что он марионетка, а марионетка, собственно, вот того вот родни Тодда, то есть, который вот бог род, если помните, это начальник Степли, который, там указано, что в Марио, ну, что Марио отразил в своем фильме, это довольно более прямолинейно, чем это сделал его отец, что вот он такой, этот бог род серый кардинал, который, собственно, вот сделал все это, анан, реконфигурацию, вот убрал в спадину в Канаду, ой, выпуклась, выпуклась, спадина, что у нас там, вот, и, а джентл просто при нем, как тот человек, который он представляет обществу, вот, на потеху, ну, условно говоря, и там как раз все диалоги этого имени, что вот говорит все, вот этот бог род, а при этом он формулирует, вот я от имени нашего президента, который вот сейчас там устал, или не может, вот он там дышит кислородом, потому что он бедняк, а так сильно нервничает, вот я за него, но, просто пока я не забыла, это вдруг забуду, там есть прям момент, вот в этих вот диалогах уже, между там представителями США, Канады и прочего, когда он говорит, собственно, про эту идею, более подробная передача «Впадины в Канаду», и он говорит, что, как говорила Лури, а потом поправляется и говорит, как сказал президент, то есть тут еще мы можем включить, мы так много читали, что мы можем иметь право включить свои там эти паранодальные теории, о том, что в принципе, если мы помним Лури, это великая любовь, вот этого вот бога рода, начальника Степли, то есть он там глава департамента неопределенных служб, влюблен вот в канадскую, вот эту вот свою, ну, она его секретарша получается, она канадка, она каким-то образом когда-то пересекалась даже с Аврил, насколько мы понимаем, вот, и есть идея, что всю эту идею вообще замутили канадцы, собственно, этому родни, то есть богу роду, эту идею подкинула Лурия, он ее, ну, принял, согласился с ней, решил ее воплотить, и от имени президента ее воплотил, а на деле все это дело рук канадцев, вот. А зачем им загрязнять свою территорию, я что-то запуталась? Это хороший вопрос, но мы должны тогда вернуться к моменту, что там очень сложные отношения у Квебека и остальной Канады, и я так понимаю, что механизм примерно такой, как был вот у у парня, напомните мне, как его зовут, его зовут Эрик Клиппертон, который вот ходил с ружьем, ну, с пистолетом, да, и выиграл всех в теннис, или как вот, собственно, Джентл пытался провернуть, вот, таким образом он говорил о пешевших там, министра Канады и президента Мексики, о том, что я сейчас все вот эти ракеты, которые у нас есть, которые, кстати, не повернули зачем-то обратной стороной, то я всех сейчас подорву, вообще всю Америку я подорву, если вы себе вот эту чудесную впадину не заберете и не станете, значит, спасителями всего североамериканского континента. А я думаю, что здесь тоже какой-то, такой должен быть механизм манипулятивный, то есть КВБ хочет каким-то образом насадить эту территорию в Канаде, и тут мы возвращаемся вот к позапрошлому нашему обсуждению, как раз мы политику обсуждали, что они там сложным образом через шантаж, что все обернутся против Канады и Мексики, и всем будет плохо, каким-то образом смогут отделить наконец-то свой КВБ, потому что они помешаны больше всего в жизни вообще вот только на этой идее, то есть не какие-то экологические, мировые и прочие проблемы, все что угодно, войны, или там чтобы ни было их не волнует так сильно, как отделение КВБ. Поэтому, ну это опять же, это примерно теория, ну то есть это же не то, чтобы там вот это прям прямым текстом под 20 написано в книге, но у меня вот устраивается такая картинка, что скорее всего за этим всем стоят канадцы, а именно КВБ. Ну там, да, там много чего было просто по тексту, я как раз вот примерно там именно как раз со впадины, но я тоже вот это вот не поняла вот эту схему, которую они хотят реализовать, что вроде бы как и впадину, и отделиться как-то ото всех. Да, ну тогда нам надо перечитать вот эту довольно скучную политическую главу, которую вот мы обсуждали, я же говорю, по-моему, это было подопрошлое, ну сколько-то, в общем, несколько обсуждений назад, вот, и там это более подробно, ну, к сожалению, она написана очень витиевато, и как бы вот общий смысл, что как-то через это можно прошантажировать и добиться своего, то есть, отделения КВБК. То есть, они готовы, видимо, жертвовать чем угодно, в том числе, там, здоровьем своих сограждан и так далее, то есть, вот только чтобы КВБК отделился. Вот такие, возможно, негодяи. И легодяи, потому что тёпл узнает, вот как бы, что вообще более правильно, там, защищать свою землю, и они же хотят отделиться, там, имея какие-то это причины, вот, то есть, мы опять же возвращаемся к Марату и Степле, вот, и к их спорам относительно подхода к долгу, там, к своей стране, и вот, к свободе выбора, и вообще, что такое выбор и так далее. То есть, это всё пространство на подумать. Так, там ещё про джентл, вот интересный момент про семь месяцев одиозно-ужасной живой тишины, не знаю, понравился ли вам этот образ, но мне кажется, он прекрасный, про вот этих певцов, которые, значит, очевидно, были говорящими и вот предвыступительную речь произносили, что-то, как мы там, рады вас видеть, там, вот, бла-бла-бла, а потом, значит, молча пели в свой микрофон, что, конечно, зрителей повергало вообще в какой-то дичайший шок. Вот, это была у них такая забастовка относительно профсоюза, который там не удовлетворял какие-то их потребности, ну, вот этот образ живой тишины, он, мне кажется, очень красивый, вообще таких каких-то мелких вставок и вот интересных образов, интересных процессов в воле с очень много, и они потом еще часто играют свою роль периодически, поэтому запомним. Это как раз то, что мы не смогли реализовать в два часа тишины. Нет, для этого надо еще, чтобы получается, что мы говорили, это должна была тогда быть видеосвязь, где, значит, были бы наши лица, и мы бы также открывали рты, ну, то есть, как будто бы шептали, но даже не шептали, да, то есть, а просто вот как, не знаю, как на этот процесс говорения без звука. И вот тогда бы это была, да, полностью реализована эта идея. Дальше интересный вопрос, вот, ну, интересная вообще идея про запустим отходы в космос. Вот, я, насколько понимаю, даже в реальном мире бывали обсуждения таких идей, вообще возможно ли это, ну, от этого, естественно, откатались. Я надеюсь, понятно, почему это не очень прекрасная идея. Но еще больше мне понравилось объяснение в книге Уоллеса о том, что там уже НАСА 10 лет не может отправить успешно ракету какую-либо, что все они, значит, в запуске неудачные, все ракеты падают и только множат отходы. То есть, они, видимо, даже попытались эти отходы экспортировать в космос, но это привело к еще большей проблеме. Вот, ну, и интересный момент, что именно вот эта идея запуска в космос, которая относится вот к программе президентской Джентла, ну, или каких-то там партий, я уже сейчас немножко запуталась в этих вещах, она очень близка, нет, Джентла, да, потому что Штит, наш немец из Академии, он, собственно, голосовал за Джентла в том числе, потому что именно вот эта часть предвыборной программы ему очень нравится, она напоминает ему его идею вот про то, что нужно собственно мяч от себя там запускать как можно дальше, вот с надеждой, что он не вернется. Это, кстати, очень красивый момент, мне он очень понравился, такая философская какая-то идея делай добро, бросай его в воду. А тут про этот мяч и про бросание уже было в книге, то есть это можно найти раньше, то есть конкретно тут просто еще к этому добавляется космос, но это, в общем, становится еще красивее. Так, значит, потом момент вот интересный про вот этого внешнего врага, и в 1996 году написана книга, и вот там вот в постсоветскую, и постджихадскую эру нету врага внешнего, и поэтому США обратились против себя, условно говоря. Довольно странные у меня были ощущения, были прочтения этого, то есть, конечно, должна быть такая поправка на временную составляющую книги. там же прям Олес перечисляет все вот эти вот идеи американские, там прям эта глава очень много там содержит именно вот этих идей, внешний враг, там еще что-то, экспансионизм, что-то еще там было, то есть он прямо это проговаривает. Вот там, кстати, вопрос был такой задан, кто вообще в своем уме позволит отдать свои обширные пространства под в пищу отравленную землю. И, значит, там простой ответ, государственничество, партнерство, балансирование на грани. Вот. Про беженцев, кстати, очень интересно Георгий сказал, действительно, вот это вот такой юридический какой-то подход, да, осликов там всех куда-то деть, детей тоже там заматывать во что-то. То есть какая-то бесчеловечность облекается в юридические формы. Ой, я вспомнила про шапки, про что ты сказала, про беженцев, и там говорилось, их же описывали, что они вот в тирольских шапочках, шортиках и чем-то еще, и я это как-то связалась с шапками, которые они носили во время черенка. Где-где? Ну вот на вечеринке они носили разные шапки. Я поняла, а с чем это аналогия? С тем, что беженцы в представлении джентла, ну вот по сценарию, ходили в тирольских шапках. Угу. Ну там было, да, про шапки тоже. Мне еще особенно в этом куске, если мы уже говорим, очень понравилось, что все это, всю эту информацию, все свои размышления, не все свои стратегии, они брали из тоталитарного руководства по тираническим связям с общественностью. Мне кажется, это тоже такая прекрасная книга, которую бы наверняка Анастолера оценила, почитала, посмотрела, но в общем-то я тоже, и возможно многие тоже. Интересно. Про шапки я еще вспомнила, надо, не могу сейчас найти, надо найти герб, у Анана же есть герб, вот, и по-моему там есть в чате, да, надо найти, по-моему, там в шапке, в самбреро, да, 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 орлы в самбреро, да, они держат чистящие средства, и получается, что чистящие средства, это тоже про этого президента, видимо, как будто бы. У него же чистая партия, и они, как бы, их идея переписать историю заново, начать все на новое, и вот, чтобы чистая Америка без всех этих экологических проблем, что все прекрасно, у них, значит, все чисто, и у них эти вентиляторы, очми, которые дуют, значит, на север все в Канаду, всю эту там, не знаю, радиацию, отходы, или что они там, в общем, дуют, да, все то, что может дуть, видимо, то есть, и вот они там, условно говоря, полностью чисты в своей прекрасной Америке, потому что они же великие, большие друзья Канады и Мексики, но как бы таких друзей, как говорится, за шкирку бы до музея, да, ну вот они... Там же она, да, спрашивает, я вот как раз об этом и говорю, что кто же согласится, но вот мы им двинем там идею, да, что мы теперь единое государство, и мы должны там сплотиться перед лицом какого-то врага, да, какого-то непонятного, вот тут, кстати, просто великолепный момент, вот где-то Оля, я не угадал, вот как с этим интернетом, картриджами, у него как-то от обратного мысль пошла, мне показалось, но какие-то вещи он настолько прозорливо угадал, вот допустим, там был момент, против кого можно объединиться, и там я аж подпрыгнула, кого мы там найдем, на украинцев, тефтонцев, и там еще, типа, дельтапланы появляются, я прям вообще обалдела, помните, там дельтапланы упоминаются, да, 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 но они не имеют какого-то там демографического влияния, тоже очень смешная фраза, про то, что там, ну, в общем, обозначающая, что не будет так много дельтапланеристов, что они влияют сильно на демографическую ситуацию, хоть они не влияют, прямо сейчас влияют на наши группы. это немножко уже получается в другой степи, это точно не совсем просто писал Волюс, но это уже наша ситуация, я понимаю, но просто кто бы думал, кто бы думал о дельтапланах вообще, то есть, такая неочевидная вещь, просто вот эти все, вот все, кого он там перечисляет, он клянется, что найдет нам нового другого, который станет скрепляющим раствором, довольно любопытный, то есть, он прям четко уловил вот эти идеи и кратко их пересказал, на чем строится вот эта политика экспансии и скрепляющего раствора нации. То есть, в общем, возможно, что некоторые президенты читали не Ильина, а бесконечную шутку, да? Давайте вернемся к нашим отходам, это приятнее, наверное, чем политика. Отходы наши, там интересная мысль про, что люди бы хотели отходы в каждом городе, кроме своего. Ну, то есть, это тоже типичный подход людей, что вот бы у нас все было хорошо, а что там будет вот за стенкой у других, там уже ладно, пусть сами разбираются, это будут их проблемы. Еще из интересного, из вот предвыборной кампании Джентла, что он пообещал, что людям не придется там заниматься сложным выбором, а что он выберет за вас. то есть, это тоже этот вопрос, он потом поднимается в теме с рекламой, с телевидением, с картриджами, то есть, сам ты должен выбирать, или за тебя будут выбирать и так далее. Ну вот, как бы Джентл, и мы знаем, что он победил, да, он два срока победил, причем интересно, почему два срока, если его сразу практически никто не любит, почему он смог переизбраться, хотя, казалось бы, нам ли не знать. Но, вот, на момент, что можно купить людей на то, что они не должны делать выбор, что они могут вот по этому вопросу не мучиться, а что за них сделают правильный выбор, вы только доверьтесь, это там тема интересная. Так, и получается, дальше по тексту мы первый раз переключаемся на Лайла, и задается вопрос, вообще может ли гуру отвечать, может ли гуру отвечать стандартам прямо стопроцентного освобождения от человеческих страданий из реалиментарных страстей, нет. Вот, и дальше, вот, собственно, рассказывается, что, вот, ходят к Лайлу ребятам. И, вот, сами истории ребят начинаются, вот, с этого парня Марлона. Не знаю, есть ли тут какая-то связь, вот, с тем, что мы читали в Тусоне 1960 года про Марлона Брандо. то есть, абсолютно случайно ли это повторение имен у Уоллеса или что-то оно дозначит, но здесь у нас вот Марлон, да, парень, который всегда мокрый, и он даже пошел в спорт только для того, чтобы у него было некое прикрытие, что вот он всегда мокрый, то есть, дескать, такой вот суперспортсмен. Мне очень понравилась мысль про то, что он писал достойные детские стихи про сухого и чистого мальчика внутри. По-моему, тоже прекрасный образ. Сухой мальчик внутри. Почему-то вот идет ссылка на внутреннего ребенка, вот это стандартная тема с психологией. Вот здесь вопрос в том, что идеальная версия себя вот этот маленький чистый внутренний ребенок. Так, дальше у нас получается так. Интересный вот этот вот оборот про то, что Лайл говорит, у него такая как присказка, что это древний мир. Вот не знаю, как вам, мне это показалось похоже на то, как мы говорим, это старо, как мир. То есть ему рассказывают какие-то истории, ну, думая, что эти истории уникальны, что это беда какая-то такая вот сложная, неразрешимая, а он их как бы успокаивает тем, что вот твоя ситуация, все это старо, как мир, вот там какие-то действия там или там какие-то бездействия в зависимости от ситуации. А, кстати, там уже вводится еще один тип зависимости от славы. Это как раз вот, да, это вторая история про Ла-Монта-Чу и про славу. Там просто как раз вот эти все сигнальные маячки обозначаются о том, что это только первый раз. Первый раз ты увидишь, и первый раз удовольствие будет сильным, а потом ты всего лишь будешь всю жизнь остальную искать. Опять это первое удовольствие, которое ты уже никогда не сможешь повторить. Это прям в прямую, да, как мы читали в прошлой норме про анонимных алкоголиков и наркоманов. То же самое, да, я тоже это заметила. Вот. И опять же ссылка на них же, там есть вопрос, что они, ну, то есть люди, которые получили славу, что они в ловушке, как и ты. То есть Ла-Монт-Чу у нас мечтает о вот славе и вот очень хочет шоу, очень хочет вот этой вот публичности со всеми ее атрибутами, там с папорацией, с фотографированием, с написанием там статей, с съемках вот на картриджах спортивных и так далее. Вот. И Лайл ему, собственно, говорит о том, что у этого тоже есть обратная сторона. То есть он ему говорит, что слава сокращена со страхом. во-первых, он говорит, что ты поверил в наваждение, значит, что ты предполагаешь, что твоей болезненной зависти к Майклу Чангу есть оборотная сторона, а именно чувство удовольствия Майкла Чанга от зависти Ла-Монт-Чу и потом объясняет ему, что это не так, но что на самом деле если брать этот пример, Майкл Чанг тоже в дерьме. Потому что вот он потом переживает все время на примере фотографии говорит, что вот тебе кажется, что это там радость, а они потом начинают переживать, что они вышли на фотографиях не так, что все плохо, что все не так. И у них вот растет это напряжение, недовольство и на самом деле они ну как бы там радости и удовольствия перестают очень быстро получать. То есть сначала да, тебя порадовало, а потом все, ты уже потихонечку скатился. Ну примерно в таком же варианте, ну там со своими естественно особенностями, ну вот как человек на физическую зависимость от веществ, от веществ подсевший, так происходит и при любой зависимости, даже не от физических веществ, от каких-то психологических штук, от каких-то процессов. То есть ну как общий концепт, ну он примерно такой же. Вот и говорит ему, что слава не есть, выход из клетки, то есть ты при любом раскладе застрял в клетке. Слава или мучительная зависть к славе? Выхода нет. То есть по крайней мере, то есть там ему потом Ламон Чу говорит, что он не получил облегчения от этой встречи с Лайлом, от этих слов. Ну тот ему по крайней мере говорит, что вот там ты считаешь, что ты вот условно говоря в дерьме, нет, ну на самом деле человек, у которого есть слава, он тоже в таком же дерьме. Потом у нас значит мальчик Кент Блот, который очень переживает, что когда он когда-нибудь потом начнет мастурбировать, вот будут ли у него значит, какие у него будут условно говоря сексуальные фантазии и будут ли его различные фантазии и их комбинации предвещать различные психические отклонения или извращения. То есть он думает о том, чего даже пока и близко нет, он пока, я не помню сколько ему лет, но пока еще видимо маленький и не занимается мастурбацией. И в общем совет, который ему дает получается Лайл, это уже известная нам мудрость великая, произнесенная однажды в качалке, не позволять весу, который он потянет на себя, превышать собственный вес. То есть мне кажется в данном случае вообще не стараться об этом думать, будут ли у него какие-то условные извращенства или так далее, а вообще даже до того момента когда он начнет постурбировать и только тогда уже за этими вопросами задаться, потому что иначе он может себя просто сожрать заранее различными тревогами ужасами и прочее, а на деле может оказаться, что он там не знаю, обычный мальчик там с стандартным интересом к сиськам и так далее. Так, дальше у нас Антон дусит и родинка его, и там получается он пока вот мучается и мечтает, чтобы исчезла либо родинка, либо он сам, при этом вот он настолько находится в тревоге и ступоре вот этой тревоги, что он не может дорасти до более взрослых тревог. Тоже мне понравился этот момент, что вот пока у него тревоги детские, а он вот все хотел бы дорасти до взрослых тревог, что они должны каким-то образом возрасту соответствовать. Ну, ему вообще абсолютно простой совет дает Лайлд сходить вообще к Марио, привезти его и побыть с ним и рассказать ему, ну, то есть, Марио о том, как сильная в этом тревожка та родинка, если у него язык поднимется, так сказать. А, нет, язык не вернется. Так, и получается вот этот кусочек про первых посетителей у нас заканчивается и идет дальше микс заголовков, который как раз начинается с того, что Украина и еще два балтийских государства подали заявку на вступление в НАТО. Ну, и зачем нам тогда надо это НАТО? Вот, тоже, да, момент интересный в 96-м году. Понятно, что какие-то там исторические, политические процессы, они довольно долгие, но все равно в 23-м году это читать очень специфично. Причем, вот я вчера как раз об этом думала, что вот вышла в 96-м, вот, например, читаем мы, например, там, в 2006-м, мы бы как-то это вообще не восприняли просто как фантазия из миллионов. Читаем мы это в 2016-м году, уже после истории там, крымской, мы бы тоже по-другому восприняли. Вот, читаем мы сейчас, ну, это еще как-то по-другому воспринимаем, вот, но я это, конечно, там, ну, не отношу к каким-то там ризионерским способностям, но это все равно вот такое интересное литературное чутье, которое обращает на себя внимание. Но ты, ты там вначале сказала про Сорокина, и Сорокин тоже, вот, я буквально сегодня смотрела его интервью. Георгию. А, пардон, пардон, пардон. Как я, в смысле, сбилась? А, сегодня смотрела его интервью, и он так немножко удивленно, шокированно говорит, я сам не ожидал, я сам не ожидал. Это была просто некая фантазия. Проблемные точки, и они как будто бы не меняются фактически. Ну, может быть, возникают какие-то новые, да, но в целом вот эти вот локальные, какие-то конфликты, и та же самая, там, не знаю, Восток, там, Палестина, Израиль, то есть можно писать об этом и 20 лет назад, и 30 лет назад, ну, в общем, в принципе, с момента создания там Израиля, условно говоря, это будет вечно актуально, просто вот, грубо говоря, с небольшими, там, как это сказать, уменьшением актуальности, и снова возрастанием актуальности. И вот эта вот тема НАТО, она на самом деле, да, я почему-то очень хорошо помню когда я была маленькая, ну, такая мелкая, да, и там телевизор периодически где-то фоном играл, и фраза расширения НАТО на Восток, я вот ее запомнила из детства, то есть она все время долбилась, долбилась, долбилась по всем этим новостным каналам, и, видимо, не нужно быть каким-то гением и предсказателем, чтобы вот понять, что это какая-то острая и больная тема, точка, вот, поэтому, мне кажется, здесь не правительские способности у Волиса, а просто он много смотрел телевизор. Ну, я тоже согласна, я говорю, что это не там визионерство какое-то удивительное, а вот чутье, то есть я тоже это отношу к чему-то, а, как бы, ну, понятно, что, да, он взял это там из телевидения, из каких-то своих познаний, из того, что действительно, как бы, эти вопросы крутятся в воздухе, но все равно это, как бы, довольно интересно, а вот при чтении современным добавляет некой такой вот стопорящей пикантности, скажем так, и мне очень понравилось. могло же быть и по-другому, могло же быть и по-другому совсем. Да, могло бы, могло бы. То есть все равно вот это то, что витает где-то в воздухе, да, и то, что какой-то мог бы быть и нереализовавшийся сценарий, да, но все равно кто-то его извлек, экстрадировал из воздуха и облек слова, сказал об этом. Конечно, да, мы такие сразу, ой, ничего себе, предвосхитил, но тем не менее, это тоже надо было дать неким таким талантом, это все действительно из воздуха извлечь. Ну, это попадание в историческую ситуацию сейчас, потому что, я же говорю, если бы мы в 2006, условно, через 10 лет в описании романа читали, мы бы это вообще так не восприняли, как бы, ну, мы просто бы подумали, что, ну да, там есть какая-то тенденция, что, в принципе, НАТО может расширяться на восток, а крайняя точка востока для НАТО — это Украина, значит там что-то там, да, но в 2023 году уже там это же как-то по-другому читается, то есть вот мысль именно об этом, и это попадает просто именно вот в текущий контекст таким образом. Ну, давайте, значит, не будем заостряться на этом очень сильно, потому что у меня к вам суперсерьезный вопрос. Там дальше идет понятие финляндизация страны, имея в виду Анан, ну, то есть Америку, и вот я не очень поняла, что вы знаете такого о Финляндии, чтобы вот можно было говорить о таком понятии, как финляндизация, как вы это поняли? Ага, они так подкованы в Финляндии, да? Нет, я читала, читала, когда, когда читала, я полезла искать определение, и там была история о том, что одна страна влияет как бы на другую страну, хотя они между собой как бы не зави... ну, две независимые страны, но одна большая и могущественная, другая маленькая и тщедушная, то есть имеется в виду СССР и Финляндия, соответственно, их сложные взаимоотношения, вот, то есть когда-то Финляндия, там, кусок там был частью Российской империи, потом они там боролись за независимость, как будто бы стали независимыми, но все время, так или иначе, СССР как-то вот вмешивался в историю Финляндии. Вот такое я определение нашла, вычитала и для себя поняла. Может, у кого-то есть другие версии. А только тогда, ну, я просто, я поняла, откуда как бы информация, ну, в смысле, какого плана информация, я не очень понимаю прямую аналогию. То есть, ты можешь это вот немножечко раскидать, ну, в плане Анана, что имеется в виду, когда говорится вот про финляндизацию? То есть, тут и конкретная цитата, но квебекские сепаратисты выступают против финляндизации страны Альянсом Анан. Что имеется в данном случае в виду по аналогии? Здесь, конечно, не очевидно, да, но как будто бы Канада – это Финляндия, а Анан – это, хотя Канада как бы и входит в Анан. Ну, скажем, взаимоотношения США и Канады, да, где сейчас не говорим про Анан, но США так или иначе вмешивается в политику Канады. Я не очень понимаю устройства Анан, насколько они там независимы и взаимозависимы между собой. Вот, но мы понимаем, что США более могущественные в принципе, то есть тут финализация и в отношении Канады, и в отношении Мексики, ну, про Мексику вообще речь не идет, вот, ну, то есть доминирование, доминирование такой вот страны, которая по каким-то причинам главнее становится, ну, могущественнее, скажем, здесь больше, наверное, про могущество, про военную мощь и так далее, в которой есть какие-то рычаги влияния. Но там же, там же тоже вот этот вопрос, который я уже третий раз педалирую, кто-то там задает вопрос, что, ну, по идее, наверное, они как федерация, что ли, или они взаимозависимые, но они все равно, наверное, как отдельные субъекты рассматриваются, то есть они не стали единым государством, то есть это, как бы, по идее, Америка не захватила ни Канаду, то есть у них отдельное правительство, а там отдельный президент и кто там, премьер-министр, то есть по идее, как бы, они независимы, что Мексика, что Канада, но при этом Америка... Но решает все США, да. США же закидывает туда мусор. В контексте, в контексте объединения, то есть я вот сейчас смотрю по тексту, это именно, когда образовывался, собственно говоря, этот анал, правильно же я говорю, и здесь... Да? Да, это заголовки в фильме Марио, вот когда как раз вот история образования... я вижу, да, история образования Анана, да, и вот здесь как раз речь о том, что как бы хотела Канада, не хотела Канада, в общем-то, тут есть боеголовки, тут есть всякие там ядерные оружия и так далее, и, в общем-то, вопрос это, можно сказать, решенный, вот. Угу. 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 Так, тут еще просто запомню, у нас такие случаи вдруг пригодятся, что там есть заголовок про национализацию интерлейса, вот, и там подзаголовок правительство заслуживает поучаствовать в движухе, вот, просто мы должны запомнить, что интерлейс, я понимаю, теперь не настолько коммерческий, насколько мог бы быть, а вот под контролем правительства. Вот, потом забавное слово Канадопитуляция, вот, ну, то есть мы понимаем, что оно значит, тут, наверное, без разъяснений, но просто забавное, вот придуманное, так понимаю, волю сам слова. Так, дальше у нас, значит, вот подробно описываются все эти кислотные дожди, свалки и отходы, заголовки про Кабинет Президента, это обсессивно-компульсивный, обсессивно-компульсивное хоррор-шоу, говорит, соответственно, тот, кто там вхож в Кабинет Президента. А, значит, у США запор отходами, даже такой образ очень яркий. Так, там еще, там еще в заголовке в одном было про американские дубины, и я читала, что это про Рузвельта, по-моему, у него была цитата «Говори мягко, но держи большую палку», то есть тоже вот в отношении их влияния, скажем. Потом там «Мы вам не сигмовидная кишка континента», и это у нас говорит, так, это вот говорит «Джентл», предупреждает на совещании Анана. Он все пытается объяснить, что, типа, Америка настолько хороша, что она у себя держать свои отходы не будет, потому что они не сигмовидная кишка. Так. Вот, и, значит, «Джентл» у нас помещен на лечение, вот этот раз-таки после вот этого гигиенического стресса. Он, так сказать, у этого стресса вызван вот этой вот проблемой отходов, который элегантно у нас назван гигиеническим стрессом. Так, дальше мы опять возвращаемся к Лайлу, и вот этой вот истории про то, что нельзя недооценивать предметы. Вот, где нам рассказывается история Орта Стайса, который, которого кто-то возможно перемещал на кровати из одной стены на другую. То есть, он даже проводил эксперименты, нет, они его соседи. в общем, это какая-то удивительная ситуация, которая надает три объяснения, что либо он телекинетик, то есть, может силой мысли себя, видимо, передвигать, ну, очевидно, во сне, либо кто-то другой в Академии телекинетика и за что-то вот так вот Орта Стайсу мстит и пытается его свести с ума, либо же он лунатик и просто чисто физически просыпается, передвигает себя и забывает об этом. Вот, у него такая специфическая ситуация, которая сводится с ума, вот, потому что он не понимает, на что он еще способен, у него там он как раз близок к тому, чтобы там быть шоу, в общем, у него карьера цветет и паркнет, и вот он боится, что какой-нибудь выйдет казус. И дальше рассказывается интересная история про стул, правда, вот спор, когда, значит, ему в ответ на его вот эти переживания, значит, Лайл решается рассказать историю одного человека, которого он когда-то знал. По формулировке похоже, что у одной моей подруги, вот, как бы, поэтому, возможно, это как-то история из жизни самого. А Лайла, он у нас весьма загадочный персонаж, возможно, он каким-то образом мог вот воплощать этот фокус со стулом, когда человек, значит, приходил в какие-то людные места, где было много людей и были стулья, и вот говорил с ними, что вот, забирал с вас стул и говорил, что я смогу, не спускаясь со стула, поднять его там, насколько-то вверх. Вот, и при этом в этой истории, согласно версии Лайла, он эти споры выигрывал, то действительно, там, поднимал этот стул, а здесь секрет не раскрывается, как это все происходило, то есть является ли это фокусом, или тоже действительно он какими-то обладал способностями теми или иными, но все вот сводится к изначальному замечанию Лайла о том, что нельзя недооценивать предметы. Возможно, как бы в контексте того, что человек слишком в целом помешан на себе и иногда не понимает, что у чего-то в окружающей среде, скажем так, то есть у предметов, может быть, каких-то там природных явлений или там в общем чего-то, что не человек, если мы так обобщим, есть какие-то свои возможности, а может быть, какие-то свои интенции, а может быть, что-то не знаю, как это можно формулировать, то есть какая-то своя тоже воля или что-то еще, но вот как бы Лайла в таком философском ключе видит эту ситуацию и вот верит в какие-то такие вещи, про которые в книге пока, в карамере, не указаны. Реально ли это просто обладающие некой своей волей предметы, которые не стоит в этом смысле недооценивать, либо же есть какое-то другое объяснение, которое, возможно, нам дальше скроется. Вот, но ответ знает только Алексей, но будет об этом молчать. Так, значит, дальше у нас Хэл, мы возвращаемся к нему и узнаем, что он зависим не только от Вабахоупа, но и от сигарет, и от сладкого, как, в принципе, многие генетически предрасположены к употреблению веществ. Ну, как и Хэл? Так, это про Хэлла? Нет, нет, там еще мальчик был помимо Хэлла, я думала, ты его... не-не-не-не, это я сказала про Хэлла, Хэлл зависимый, и от Хаба-Хаба, и от Сигарет, и от сладкого, а там, вот, что-то скидывало про Шахта, да, то, что он периодически употреблял амфетамин, как ты расшифровала, вот, а, соответственно, Аврилл курит сигареты, Хэлл, чтобы как бы загасить тягу к курению сигарет, что он, как я понимаю, употребляет жевательный табак, так, и кто-то там тоже что-то еще употреблял, сейчас у меня немножко не могу найти в тексте, ну, в общем, у нас там опять кусочек про то, что они там употребляют, вот, а дальше вот он сидит в шляпе проповедника до сих пор, кстати, про шляпу проповедника пока вспомнила, спрашивал, ну, вот, говорил про нее Георгий, она еще, кстати, связана вот ассоциативно в Улиссе, по-моему, была такая же шляпа у, господи, у меня вылетел из головы, Стивен, Стивен Дедал, по-моему, он был вот в такой шляпе, не знаю, есть ли какая-то в этом аналогия прямая, или это просто, это заметила даже не я, это заметили другие читатели Бесконечной шутки, ну, просто такая, как бы, есть аналогия, до Шекспира пока не дотянуть, я не помню, был ли там кто-то в шляпах проповедников, но, как-то держим в уме, что все равно какие-то переклички и с Улиссом в том числе есть, вот, например, даже все эти наши списки, например, при эвакуации граждан, это же тоже гиперперечни, которых много в Улисе, если вы там читали или не читали, ну, то есть, если не читали, знаете, там есть много гиперперечней, и они, конечно, более яркие, чем здесь, ну, в плане их гиперперечности. Так, значит, там дальше, значит, рассуждает, кто-то, в общем, вспоминает про, значит, что сам во время среднего антиконференционального периода прошел через ступфазу одержимости идей о связи зрителей с различными типами зрелищ. И вот потом у нас, собственно, переход на эти фильмы про цирк, про медузу и про прикол. То есть, подробно именно взаимосвязи вот зрителей и зрелищ я пока остановить не смогла, у меня не было на это, к сожалению, сил и времени, но прямой говорится, что вот Энканден с этим увлекался и, возможно, ее можно каким-то образом проследить, что имелось в виду. Но здесь вот мы переходим к фильмам. Мы их, в общем-то, затронули, обсудили. Так. Здесь интересный момент, вот уже после описания самих фильмов, что Марио говорил, что Лайл говорил, что Энканденса признавался, он обожал то, какими публично-статичными, элементарными и тупыми был прикол. Вот. И потом еще говорится про найденную драму, что интересы покойного отца как агрессивно- агрессивно- антиреалистическому жанру найдены драмы, который, пожалуй, стал историческим зенитом намеренно тупого стазиса. Вот. Здесь я не очень понимаю, почему антиреалистический, то есть мне тут в этом плане в этих астракциях немножко сложновато, потому что как бы слово агрессивное я как будто бы понимаю, то есть как бы как некая навязчивость, да, и почему там зенит намеренно тупого стазиса, тоже понятно, но вот антиреалистический как-то я пока не могу подвязать, мне кажется. Так, и дальше у нас опять наши заголовочки идут. Там у нас получается начинать от того, что мы видим инженера, который погиб на статуе свободы, раздавленный бургером, это тоже прекрасный образ, то вот условно говоря некий американский гражданин находит погибель от бургера, то есть просто как бургер символ Америки, то есть что-то типично американское убивает и как вот может быть насколько это вредно, что в общем-то бургеры убивают, то есть людей физически с медицинской точки зрения. какие-то еще смысл можно в этом посмотреть, но там образ интересный. Если помните, вот тату свободы встречали как раз в прошлом кусочке и теперь вот увидели, что эти люди, которые устанавливают там получается предметы, которые рекламируются весь год, вот они даже могут погибнуть, бедолаги. так, значит, то у нас рассказывается непосредственно про вот эти вот новорожденных с мягкими головами, которых там количество превышает статистически обычные средние показатели по нации. интервью с мамами этих детей. Потом вот, значит, у нас заводболисты, любители из агентства по охране окружающей среды постоянно вдруг натыкаются на свалки и на отходы и прочее. Там несколько раз потом, правда, это всплывает, что это все не случайно, не так уж они натыкались, а все это была подстава полная. Дальше у нас начали. А напомни, что там за подстава? Что ты имеешь в виду? А там, когда говорит родни тот, этот бог род, что надо все сдать, говорит он, имею в виду землю, ну вот, впадину в Канаде, его перебивает кто-то, сейчас мы дойдем, я посмотрю, кто, и говорит о том, что сдать все в смысле рассказать всю правду и перечислять, какая это правда, вот, и там получается довольно тоже комично в этом плане, то есть, потому что потом, после этого длинного монолога, обличающего всю правду, бог род говорит, нет, просто передать землю, я имела в виду просто передать землю, ну там просто есть момент, что вот именно конкретно вот эти софтболисты, любители из агентства по охране окружающей среды находили эти свалки не случайно, если у нас здесь вот в заголовках указано, что вот наткнули случайно, вот так, так, вот несколько раз прям случайно, а значит, там прям прям говорится, что наткнулись не случайно, что это какая-то часть общеполитики, значит, вот это заголовок «Великое искусство случайно натыкаться в стране какой-то бунт софтбола». Так. Ну это смешные заголовки на самом деле, мне очень понравились они. Да, заголовки очень крутые. Вот дальше вот если сходить по ним, значит, джентл объявляет чрезвычайное положение. канадский премьер передается нытью. Если мы помним про нытье, это у нас слово лингвиста Аврил канадские. Это опять же про связи всех этих канадцев, что Аврил тоже с ними связан. Она же, помните, с сепаратистами и террористами в какой-то момент в своей молодости общалась. Вот, и, видимо, она свои там лексические какие-то моменты передала. можно вот таким образом отследить связь ее с теперь уже канадским правительством. Либо тут может быть, что это выдуманный заголовок, потому что мы скажем, какие-то заголовки выдумал Марио, он мог взять слово Аврил. Да, нет, вообще тема того, что часть этих заголовков может быть выдумана, она, ну, как бы, да, априорно прописана, что это все равно, мы, если вдруг кто-то забыл, то мы смотрим фильм Марио. То есть это все... Я об этом абсолютно забыла. Я это все приняла за чистую... Ну, в смысле, я поддавала, конечно, отчет, но я все время, наверное, в семь восьмых моего восприятия было этого как реального. Ага, ну, то есть тут у нас получается, условно говоря, ненадежный рассказчик, то есть вот как вот тот пересказал тому-то, тот перескал тому-то, то есть если мы смотрим интервью Орена, то мы понимаем, что он какую-то информацию спросил у Хэла, вообще какую-то информацию узнал от Марио, который присутствовал с Джеймсом на конденции, то есть вот такой вот сложный, возможный, спорочный телефон. Так, и, ну, вот в куче информации здесь, например, получается, это снимает, я не помню, там, 12-летний, что ли, Марио, ну, то есть вот сколько ему сейчас лет, да, это было снято 4 года, ну, в общем, там 12-14, где-то вот такой промежуток, не помню, какая точная цифра. Вот, то есть юный мальчик, он снимает вот этот вот политический, условно говоря, фильм, да, он переделывает на свой лад вот эту анантиаду, которую снимал его папа, Джеймсен Конденса, но, как бы все равно, то есть он берет материал, так или иначе, вот, и прочитанный где-то, в каких-то, допустим, там, реальных газетах, какой-то материал из фильма отца, который же там был у него собран, какой-то материал, он, возможно, додумывает или там искажает, исходя из своих каких-то целей и так далее, и плюс мы помним, что Марио, он не умеет ни читать, ни писать, ну, по крайней мере, не хочет этого делать, ну, в смысле, он не умеет, потому что не хочет, ну, то есть он еще и эту информацию берет от кого-то, кто ему ее устно рассказал, то есть вообще тут максимально все ненадежно, то есть мы можем только предполагать, что вот общий вектор такой, но детали, они искажены восприятием героев, то есть тут вот множественное преломление этих заргал, и вот на самом деле, то есть как бы, ну, зачистую монету в этой реальности это нельзя принимать, то есть не считая того, что как бы сама книга выдуманная реальность, ну, и в самой книге, вот эта реальность этого фильма, она тоже максимально шаткая на ее предмет там реалистичности и соответствия фактам. Так, и у нас, значит, в канадских предпремьерах продается на ТЮ, знаете, дальше, а Питер, что траты на детексификацию, на, господи, получили чрезвычайно приблизительные оценки по тратам на детексификацию или дерадиацию большей части четырех американских штатов, и, в общем, вынужден доложить, что у итоговых цифр ошеномляющее количество нулей, то есть, как бы, они понимают, что очищать эти территории бессмысленно, ну, как бы, бессмысленно в том плане, что дорогое, поэтому им, им проще их запихнуть, в Канаде, ну, тут очень смешное описание, как реагируют, соответственно, премьер-министр Канады и президент Мексики вот на все эти разговоры Родни Тодда, который, как будто бы, пересказывает славу президента о том, что все это надо им спихнуть, они максимально недовольны, у них там глаза вылезают на лоб, и они долго их собирают куда-то обратно вот в район глаз, и, в общем, конечно, они вообще поначалу в полном шоке, и это записано очень смешно. Так, вот касательно правды, получается, что, значит, как раз вот раскрыть правду, тут у нас идет учитывание существимость запуска национальных отходов в космос, то есть единственный вариант это вот передать территории, соответственно, Канаде, или можно их там, например, оградить ключей проволокой, публично признаться, что все софтбольные игры агентства по защите среды ни в коей мере не были случайными, и уж тем более находками. Неопределенные службы пойти на незаконные массовые токсичные захоронения, тут важно слово незаконные, значит, бросить там кого-то в тюрьму активистов конфедерации без предъявления обвинений и так далее. Ну, то есть, в общем, у них там происходит много какого-то крэша внутриполитического на законодательных и прочих уровнях, потому что у них начинается уже там некая истерика из этих отходов, которые они не так уж легко могут впихнуть Канаде, но методом шантажа им это удаётся. То есть, там получается вот этот шантаж с ракетами, я просто не помню, сейчас на какой-то странице. там ну, в общем, президент и как бы правительство американское по сути устраивает истерику, что, типа, если погибать так всем, то есть, если вы не хотите забирать наши отходы, которые мы уже всё наметили вам отдать, то тогда все мы, в общем, да, погибнем. И уже, естественно, у дедных канадцев просто нет никаких вариантов приходится эти земли забирать. Так, дальше у нас, значит, это вот про, это, собственно, бегство. Вот вопрос, который Лера озвучила, что как населённые территории можно представлять народу как расходные, если это территория, судя по всем, данным, населяет приличный процент того самого народа. Но не сходится на том, что, видимо, никак, будет массовое бегство, будет там истерика и прочее, но они к этому готовы с помощью их тоталитарного руководства по тираническим связям с общественностью. Они подробно обсуждают этот возможный исход. тоже вот со всеми подробностями там еще бегство. Там очень милый, милый есть термин эстетически неприемлемая земля. Вот это просто предтеча вот этих всех альтернативно одаренных или альтернативный вес. И вот это вот все. Ну, тут получается джентл как будто бы хочет преуменьшить проблемность этой территории, то есть он считает, что, дескать, вот вам, канадцам, она просто эстетически не нравится. Ну, то есть вы такие, дескать, вы делаетесь, ну, грубо говоря. То есть как будто бы там реальная проблема в том, что она там смертельно опасная для населения, для будущих поколений и так далее, он как будто бы игнорирует это. То есть он просто говорит, вот вам эстетически не нравится, что там... Ну, в принципе здесь тоже игнорируется проблема каких-то людей, о которых говорится, там, избыточный вес тоже беспокоится бы, надо бы. Я не очень поняла, про какой конкретно избыточный вес, про какие проблемы ты можешь уже церкнуть мысль? Я про формулировки, что сейчас запрещено называть вещи своими именами и надо, ну, потому что это оскорбит кого-то там и или скрыть, ну, не то, чтобы скрыть проблему, ну, то есть проблема есть, а о ней нельзя разговаривать и надо какие-то эвфемизмы придумывать. То есть мне бы казалось это близким по смыслу. Да, я думаю, это примерно оно и есть. И тут надо вспомнить просто из забавного нашего Гейтли, который до сих пор называет некрами людей, потому что он даже не знает каких-то синонимов к этому слову. То есть жизнь его, ну, то есть наверняка он мог их найти за свою там довольно долгую жизнь, какие-то синонимы. Но, видимо, ему, в общем-то, достаточно чухать на негров, и вот он может себе позволить вот им так говорить. В этом плане такая тоже забавная как аналогия. так, и у нас про лурию теорию я рассказала, значит, все это мы так на цикл обэкции сделали. Так, ну, забавно просто, что называется вот эта передача земли, я бы сказала, вот это вот втюхивание земли называется субарендность. Вот, но, правда, они говорят, что это будет слово сложноватое для простых людей, они все еще ищут каким бы словом это все красиво назвать. Да, здесь как это все вот, ну, условно говоря, прорегламировать, так сказать, правильно. И там интересный вопрос, что почему вы вообще не оставите впадину в США? Ну, то есть, если там с ней что-то можно делать, почему она именно вот должна быть обязательно в Канаде? Ну, у меня на самом деле нет какого-то ответа, кроме как, что вот это такая некая политическая прихоть. Ну, что вот мы хотим вот эту чистую нацию, чистую Америку, вот, поэтому нам просто из принципа важно устроить чуть ли не мировую катастрофу там с, не знаю, с уничтожением всего североамериканского континента, но лишь бы вот было вот так. И опять же, дальше у нас вот по тексту будет про теннисиста с пистолетом, и вот это все, да, похоже вот на такой момент, что мы хотим выиграть любой ценой, то есть мы готовы вот либо умереть, либо мы выигрываем один в один, то есть получается психология одного конкретного человека и психология целого государства просто пересекается примерно полностью. Ну, там же были вот эти слова о том, что где-то все хотят располагать мусор, чтобы было чистым, ну, то есть где-то мусор надо расположить, но только не у нас. Ну, как бы это вот психология о том, что, ну, вот где-то надо расположить, но не у нас в государстве, то есть где-то там, а Канадаре вроде бы как неполноценный, ну, кто вообще нормальный будет жить там в Канаде. Вот, мне очень понравился вот этот момент про то, что, значит, ну, заголовок, про что, что член ЕС обвиняет США в экспириалистском доминировании, заголовок на заседании ООН в ходе скандала швыряли овощи третьего мира. Это же очень смешно. То есть, как бы такая какая-то отсылка, что, ну, казалось бы, есть в мире там столько этого голода, не знаю, нехватки воды, нехватки чего угодно, вот, и они настолько там увлечены и заняты собой, что они там эти овощи не могут перейти. Причем я даже не поняла, это овощи, которые удалось купить, ну, в смысле, которые странам третьего мира удалось продать, чтобы хоть как-то там жить, или это те овощи, которые должны туда экспортироваться, ну, вот, чтобы они там с голода совсем не помирали, да, то есть, ну, даже, мне кажется, смысл не сильно меняется, в любом случае это, ну, в описании звучит как очень что-то смешное, но на деле, конечно, так себе, но... Может быть, овощи — это люди. они швыряли конкретными овощами, ну, в смысле, что это прям двало, что-то они там сидят, как у нас, любят драгаться в домах, да, или где-то еще, вот они швыряются этими овощами несчастными. У меня, кстати, было интересно очень experience, как-то, не знаю, что со мной произошло, в общем, я решил послушать заседание ООН, вот, это заседание ООН длилось 3 часа, и оно было по какому-то очень важному поводу, может быть, это было даже в начале войны, короче, в Украине, и там три часа, они просто бу-бу-бу-бу-бу 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 бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и там выражают, ну, просто по очереди выходили вот эти докладчики, и не было ни эмоций никаких, ни какого-то конкретного обсуждения, да, просто они выходили, там, говорили свой какой-то текст, насколько они озабочены, как их это беспокоит и так далее, там, выражали крайние степени обеспокоенности и так далее, и просто я через три часа я поняла, что если он исчезнет, никто не заметит вообще в целом. Ну да, есть такой момент, наверное. Так, и у нас, значит, дальше Джентл совершенно рехнулся. Заявляет доверенное лицо директор департамента неопределенных служб Ротан на пресс-конференции. Угрожает детонировать перевернутые ракеты в американских шахтах и облучить Канаду с помощью адских вентиляторов АЧМИ. Готов стереть собственную карту из чистой обиды. Ну, вот, написано вот. Если Канада сорвет реконфигуративный трансфер эстетически неприемлемой земли. Ну, то есть, в общем-то, да. Все просто через шантаж. То есть, какие-то вот детские вот эти способы манипуляции. То есть, вот, казалось бы, одна из самых таких крупных и влиятельных во всех отношениях стран. То есть, какая-то политика наиболее высокого уровня, вот, не знаю, руководство политикой этого высокого уровня примерно на уровне эсхатона, где у нас, если вы вдруг помните, детки играли в то, как они там свои условные тринадцать лет представляют политику. То есть, и вот, когда смотришь реальность политики взрослых, понимаешь, что, в общем-то, разницы нету, кроме, видимо, там, какого-то количества десятка разделяющих лет, которые сильно до опыта как будто бы не прибавили. То есть, понятно, что это, наверное, такой взгляд ироничный воля самого, ну, на политику в целом, но я думаю, что и у многих людей есть подобного плана взгляд в целом, ну, то есть, и моментами действительно так. То есть, я тоже соглашусь, что иногда, когда смотришь на происходящее в мире, кажется, что, вот, да, это примерно дети тринадцати лет. И там думаешь, ну, как бы, почему вот так. То есть, такой момент, да. есть. То есть, и тут мы вспоминаем, какая там прекрасная организация, и как будто бы какие более сложные и зрелые процессы идут в анонимных алкоголиках. То есть, ну, это считается, так сказать, некие отбросы общества, да, там, среди, вот, в целом людей, то есть, все среди, брать ситуацию. А тут, как будто бы, люди из высшего общества, они сильно уступают людям, со многим вот этим вопросом, по крайней мере, вопросом зрелости. То есть, по крайней мере, мне это вот так видится вот в плане книги, да, и в плане реальности, наверное, тоже такой момент есть. А я вот что-то пока не забыла вопросом, может быть, не совсем, вот сейчас прямо к этому моменту обсуждения. Кто-нибудь понимает какую-то финансовую схему, как эта Энферская академия существует, за счет чего? То есть, там какие-то невероятные технические у них, вот эта вся постройка, они там все живут и прочее, 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 так выглядит. И там упоминается, что все эти инканденции явно довольно состоятельные люди, но там как-то вообще никак, нигде не объясняется, за счет чего это все происходит. За счет канадских сепаратистов? Это как прикрытие, я думаю. Вся академия? Ну да, ну как бы там какие-то процессы происходят и все эти деньги, ну как-то от отмывания денег классическая. Так ты, Даша, думаешь, что это деньги Аврил там в академии? Ну не самой Аврил, она как бы так или иначе связана с канадским сепаратистом. Нет, я имею в виду другое, что там же деньги, условно говоря, инканденции. И про инканденцию у меня есть понимание. То есть, во-первых, там у него отец, по-моему, на чем-то разбогател, сейчас я не вспомню, на чем. Ну, может, тебе кажется, я ошибаюсь, но инканденция, вот Джеймс инканденция, знаешь, сам, он же был физиком успешным. То есть, он, во-первых, участвовал в кольцевом синтезе, вот этим, какие-то там разрабатывал для него что-то там. И на этом он тоже получил какие-то деньги. Там даже было вот в каких-то начальных главах про то, что именно на эти деньги он смог открыть на мой академию. То есть, он заработал на физике достаточно, чтобы оплатить там свою мечту. Ведь никак, он вначале занялся теннисом, на теннисе заработал денег, чтобы учиться на физика, на физике заработал деньги, чтобы снимать кино и чтобы открыть академию. И плюс там, по-моему, что-то было с какими-то зеркалами. Он же был еще и оптиком. И даже, по-моему, в этой главе есть момент что-то про зеркала заднего вида, вот что-то, какая-то такая тема. То есть, он на этом чем-то разбогател, ну, то есть, коммерческо придумал какие-то вещи, запатентовал их, и от этого очень большой доход, и на него можно и академию, собственно, создать, и там, семью свою безбедность содержать, и там, свои кинематографические мечты воплощать. Ну, то есть, как раз про финансирование вот в этом плане понятно. Или, то есть, мне кажется, что деньги... Не, не знаю, мне непонятно. Это надо быть прям миллиардером, представь там несколько, как это сказать, разных возрастов дети, разные там, как-то обозвать-то их. Ну, то есть, младшие, старшие, то есть, это не одна какая-то группа, да, там огромное здание, куча этих самых учителей, там новейшее оборудование какое-то, они куда-то ездят на какие-то соревнования. То есть, там просто, мне кажется, это какие-то космические суммы должны быть. Ну, ты еще помни про спонсорство, про спонсорство. Ты же помнишь, что все это обеспечено, как-то ракетки и вся эта одежда, это все за счет спонсоров. То есть, они выходят на турнир и играют в брендах, соответственно, бренды их обеспечивают этой одеждой и ракетками, и мячами. Ну, во-первых, ракетки и мячи, это понятно, как мы берем пакетики в супермаркетах и заплатив деньги в супермаркет, и потом еще идем с этим пакетиками и рекламируем этот супермаркет. То есть, они играют, и лучшие игроки, да, они там, кроссовки, но не спонсируют же эти там Nike и Данлабы в саму Академию. То есть, это копейки вообще, эти все кроссовки раздать, потому что они уже и так есть в этих фирмах. То есть, им это ничего не стоит, в принципе. Ну смотри, там, во-первых, не только спонсорство, но, во-первых, спонсорство, оно тоже разное. Там есть же программы, которые выделяются в таких грантах, в принципе, на спортивные какие-то учреждения. Вот у всех этих фирм и такое в реальности есть, и там тоже может быть и не обязательно каким-то бедным, ну там, ну, короче, просто должна быть хорошая программа. То есть, не важно, сколько изначально основателей денег. Это во-первых. Во-вторых, они там учатся, ребята, все эти множество платно. По определенным тоже опять-таки программам учатся бесплатно, но в целом большинство из достаточно богатых семей и учатся они тоже платно. Плюс вот Инконденция разбогател на своих изобретениях, и у него тоже денег достаточно, чтобы изначально ее базово построить, это там здание, все эти легкие, там и прочие корты и так далее. То есть, тоже деньги были. Поэтому нет, в принципе, там все сходится, ну в том плане, что это какая-то, ну, реальная ситуация. Изначально денег много и достаточно, учатся дети платно, есть спонсорство, то есть они там на чем-то еще зарабатывают наверняка на каких-то там, как это называется, мерч, да, ну что-то такое. Ну, то есть, как бы, много источников дохода, и все там, дебет с кредитом сходится, тем более там этим управляет, так понимаю, Аврил с Тевисом, который в этом плане жесткие проблемы. Тебе прямо талант, бухгалтер сейчас проступил. Дебет с кредитом, это все. раскидало, все. Ну, нет, это важный вопрос, в принципе, если я не как бы... Ну да, да, потому что я вот это читаю все, и у меня закономерный вопрос возник вообще, как это все существует. Вот. Вот. Ну, и тоже... Ага, да, да. И тогда мы переходим к моменту вот этого Эрика Клипертона, который ходил с пистолетом и всем грозил самоубийством. Как вам эта история? Какие у вас от нее впечатления? Я считаю, что это гениально. Я хотела сказать, что Ксюша уже все сказала, и это и строится история образования Канана. То есть... Ну, а если брать на уровне вот конкретного человека, если вот смотреть это... Ну, вот в протрезе... Это я просто подвязала Канану там, да? А вот если просто смотреть на эту историю... Мне понравилась очень таинственность его появления. То есть он такой, как некий волк-одиночка появлялся. Был записан как там было... Как он был записан? А, про независимый мест. Там был независимый вот игрок. И вот интересно, у нас же момент такой, что в итоге он все-таки самоубился. И как будто бы тогда возникает загадка, кто же все-таки решился... Извините, кто же все-таки решился у него выиграть? Там же весь замут был в том, что люди не хотели на себя вот этот вот как бы брать этот момент травмы, чтобы смотреть, как он самоубьется. Это же маленькие дети, они там в целом этого не хотели. И взрослые этого не хотели. Никто его не останавливал. То есть его каждый раз допускали с этим вот пистолетом на игру. Он прямо с пистолетом уже сказано, значит, бегал и играл. И никто ему не препятствовал, потому что все боялись этого момента. Но потом нам сказано, что он все-таки самоубился, потому что есть даже, получается, запись его самоубийства или что-то такое. И если вы читали сношку, то какие-то эти картриджи с этим непосредственно Клипертоном, они, как и другие там великие картриджи, похоронены вместе с Джеймсом Инкенденцией. То есть там в гроб ему положили всяких штук. И похоронен, кстати, почему-то Инкенденцией, который не канадец, похоронен в Квебеке. То есть там, откуда родом Аврил. То есть она почему-то его повезла из США в Канаду к себе в Квебек. У меня возникает ощущение, что Аврил хочет натворить делов и вернуться к себе в Квебек. Я чувствую, будут раскапывать. Они... Ну, будут раскапывать однозначно. У нас же началась книга с того, что Хэлл вспоминает, как они с Гейтли выкапывали голову отца. Поэтому моя версия с канадскими сепаратистами, которые спонсируют школу, вполне себе выдерживает критику. Нет, а это тоже может быть? Я просто пока в тексте не видела этому подтверждений никаких. То есть... Так не было. Я из головы ее придумала. А, ну нет, как вариант, естественно, это может быть. Просто я имею в виду, что пока по тексту это, ну, как бы финансирование со стороны инканденции и его наследство, которое получено за счет того, что он, там, супергениальный физик. А там какой-то еще дополнительный доход либо в виде денег, либо в виде каких-то других, там, возможных благ, которые предоставляются в РИЛ от сепаратистов в Квебекске. Да, такое, конечно, возможно. То есть, тут этот клубок все сильнее заплетается. Ну, там еще вот этот момент, что картриджи, просто не в двух смысле, но написано, что картриджи с ним закопали. Какие-то, которые юристы там, то есть об этом знали только юристы, АВРИЛ, и вот эти картриджи там не только. Ну, то есть, звучит, да, звучит как будто, знаете, как в сейфе где-то лежит какой-то компромат. И этот компромат где-то вот, врачи, не только вот на вот этого игрока, который там выстрелил в голову себе. А, ну, вот это было картридж, там, где было запечатлено вот этот момент вот этого самоубийства, видимо. И, видимо, похоже, там и вот эта вот кассета с этим картриджем, как это, с шуткой, с этой бесконечной. Как она называлась? Возможно. Бесконечная шутка, да. Развлечения. Шамбеская шутка. Да, развлечения, да-да-да. Возможно, но у нас нет пока прямого указания, что именно развлечение там. То есть просто сказано, что вот такая кассета с этим Клипертоном, она была вот с ним похоронена. И какие-то другие кассеты. Но конкретно там у нас не указано про то, что была ли хотя бы изначально базово похоронена вместе с ним от этой кассеты развлечения. И если была она похоронена изначально, то значит, ее кто-то уже достал и распространил. Или она не была там, а была в другом месте, потому что мы помним, он куда-то уезжал. То есть он смонтировал этот фильм, он куда-то уезжал. Возможно, он его куда-то положил куда-то, ну, в другой стране, там, в другом городе, где-то еще, ну, то есть неизвестно где. То есть и непонятно, есть ли следы какие-то, где это. То есть оставили ли он их или просто кто-то шел по его маршруту, там, кто-то, может быть, за ним следил, какие-то там, либо департамент необретенных служб из США, либо КВБ-ские сепаратисты. То есть кто это достал и в какой момент, если достал, или изначально фильм был не там, то это еще пока загадка, которую нам нужно следить, разгадывать. Но вот она у нас там завязалась точно. Мы должны понять, откуда этот картридж физически взялся, то есть где он был оставлен, и вот кто его запустил к Аташе. И, в общем, как там, ну, в чем это, собственно, непосредственная мысль вот этого всего. Устажение Америки, почему он начинается именно с Аташе, кто это сделал, в общем, да, на нем такой интересный, детективный. Вот. И... Давайте рекламу обсудим. Мне кажется, вот там очень интересно смерть рекламы. Дальше, а мы как раз и переходим к рекламе. У меня прям уже чешутся руки. Давай, начинай, потому что я не знаю, что ты конкретно хочешь обсудить. Я готова все. Давай, начинай. Это что я прям хочу обсудить, но прямо любопытно. Ну, в смысле, не то, что у меня там супер какие-то стройные концепции там сформировались, но просто мне показалось это очень интересным. Само... сама идея улица очень гладкая, сферическая и непротиворечивая, но при этом я вижу, что он оказался неправ. То есть мне кажется, что реклама никогда не умрет. То есть у него как будто там было... Ну, понятно, она у него как-то выдавилась там в какие-то соседние области, да, там реклама на автобусах, еще где-то там. Ну, вот именно в телевизоре, ну, как условно, в телевизоре, да, как будто бы она перестала быть, как-то сказать. Ну, короче, она перестала работать там или перестала приносить деньги, или люди не хотели ее смотреть, потому что до этого им какие-то ужасные показали ролики. в общем, мне кажется, что он вот неправ оказался в этом плане и неправ, что с картриджами. Там у него обговаривалось, что люди ленивы и они не хотят и не хотят вот рекламу смотреть и не хотят даже переключать на пульте кнопки. И поэтому как будто им хочется еще выбора какого-то, из-за этого они идут и какие-то картриджи выбирают. Я подумала, что может быть поэтому эти видеокассеты отмерли, что надо ходить куда-то, да, там, в прокат, какие-то телодвижения совершать, потому что сейчас стриминги так и популярны стали, да. То есть вот мы сейчас видим, что кинотеатры помирают, никто там особо не хочет ходить, ну, или разово там, что сейчас стриминги переживают какой-то бешеный рассвет, и в этом плане... Я вообще с тобой не соглашусь про то, что Волес был неправ. Мне кажется, что то, что он описывает с картриджами, это что-то типа смарт-ТВ современного. То есть ты типа сам выбираешь, подписываешься, платишь, вот, сам выбираешь, что ты будешь смотреть и смотришь это. Ну, может быть. Просто у меня, видимо, какая-то пошла аналогия с видеокассетами, и мне кажется, потому видеокассеты и вымерли, потому что они не очень удобны. А еще про рекламу тоже. Что на... Ну, может быть, действительно, что никто не хочет ее смотреть, но при этом все активно, на всех активно надеялся, что люди там бежали, покупали. Ну, короче, какой-то вот этот вот психологический и мыслительный момент оказался для меня не совсем понятным. Что ни с одной стороны на них, на всех она очень сильно повлияла, но в то же время они не захотели больше ее смотреть. То есть вот этот вот как это фокус вот этот оказался для меня нераскрытым. Вот это логическая связь. Смотри, а я не соглашусь с тобой ну, как не соглашусь, начала, что вот он не угадал с рекламой. Я не знаю о смертности рекламы, то есть насколько она может вымереть как такова или нет. Я скорее думаю, что в полном варианте нет, но она и здесь не в полном варианте умирает, да, она просто меняет свою форму. А в принципе какие-то явления, ну, есть такая тенденция, что они так или иначе свою форму меняют. Потому что базовая изначальная реклама тоже была там другая, не на телевидении. Потом появилась на телевидении, она туда переместилась. Мне показалось, что вот очень это все похоже. У меня даже стоит пометка, когда вот про интерлейс у меня стоит пометка, что вот это YouTube. Мне показалось, что есть этот интерлейс, ну, по своему принципу в плане того, что вот там если вот про кабельное телевидение, там говорится, что да, у тебя 500 каналов, но ты как бы в любой момент ты можешь переключить и только смотреть то, что тебе все равно втюхивают. просто тебе втюхивают не что-то одно, а 500 разных штук. И ты как бы, ну вот, все равно, как бы тебя с ложкой кормят чем-то готовым, все равно, как будто бы нет твоего выбора. Ну, вот про то, что про кассеты это сложно физически и так далее, это понятно. Ну, вот сейчас есть YouTube, но я имею в виду как принцип YouTube, то есть что есть множество различной информации, которая где-то заложена. То есть такая библиотека, информация в данном случае визуальной. и человек, не знаю, поговорив с другим человеком, там, своим другом, врагом, знакомым, незнакомым, допустим, узнал о каком-то явлении, событии, там, в общем, о чем-то, что его заинтересовало. И вот, и может в эту базу, в эту некую энциклопедию обратиться и найти то, что интересно именно ему по-настоящему в данный момент. То есть это не то, что я, допустим, ну, переключила 50 кабельных каналов и выбрала что-то, что мне интересно из 50. А потом я просто вообще стала переключать, потому что уже разочаровалась телевидение полностью. А то, что я могу, вот, не знаю, сейчас ходит шутка про то, что там люди все думают о Римской империи. Вот сейчас вот я подумала эту мысль в эту секунду, и я прям вот захотела, не знаю, там, какой-нибудь ролик про основание там и про там житбыт Римской империи. Взяла его прям и посмотрела, то есть как в Ютубе, допустим, вела. А вот этот принцип, когда ты прям полностью активен в потреблении там информации, в потреблении контента, когда ты сам себе вот этот режиссер и постановщик вот этого своего там удовольствия, вот там кинематографа или там информации новостной, там, ну, какой-то еще. То есть вот мне это кажется вот самой, как бы, как вот идея Ютуба. Я просто не очень про стриминги там понимаю, ну, принципы, наверное, такие же. То есть просто стриминги это конкретно про там фильмы, сериалы, то есть уже какую-то готовую продукцию фикшн, да, а, допустим, Ютубом в этом плане шире, что он там еще имеет информационные передачи там и так далее, и так далее. Ну, то есть вот как бы какие-то сейчас популярные там блоги, влоги там и так далее. Ну, то есть вообще, в принципе, можно любую информацию найти, посмотреть и прям вот решить, что ты хочешь. То есть да, понятно, там включаются тоже свои процессы каких-то там зависимостей, предпочтений и определенные алгоритмы есть у Ютуба, которые тоже тебе там как-то что-то подсунут, не совсем по твоей воле и так далее, и так далее. Но как бы сам принцип такой, непонятный, мне кажется, он до некоторой степени пророческий. В этом моменте я вот этот элемент вижу. Единственное, что различие, что Волес говорит про интерлейс, что там не прижилась реклама, то есть это был какой-то принцип, что там не будет рекламы, а мы видим, что вот в такой же условно похожей модели наоборот реклама тоже в том числе процветает. То есть вот почему он так решил, что вот реклама должна куда-то уйти в другие ниши, мне не очень понятно. Может быть, это тоже некое пророчество, но которое сработает, допустим, там через 30 лет или там через сколько-то еще лет, не знаю, ну или просто вот как бы его желание, просто у него была ненависть к этой рекламе, и он просто решил в книге воплотить свою фантазию о том, что вот в мире моей книги там рекламы не будет. То есть такой вариант я тоже допускаю. Ну, звучит убедительно. Ну, хорошо. Так, значит, что тут из суперважного? О, мне понравилось про то, что, значит, время до иреспонсирования названо домиллениумная эра лимба. Лимба, если вы помните, это у нас такое промежуточное пространство, по-моему, в тибетской или в какой, получается, мифологии, то есть что-то между, ну, что-то по типу чистилища, если вот в нашей культуре. Вот, и очень интересно, что вот это вот время до 2000-го названо, ну, вот как бы характеризуется таким образом. Дальше там была какая-то мысль про то, что вот ассоциировать свободу выбора и право на развлечение со всем американским и настоящим. То есть и там Хелл в своем этом сочинении он пишет про то, что это как бы навязывается. То есть там, получается, покусились вот на это, как на святое, то есть атаковал самое больное идеологическое место психическую матрицу, в которую зрители приучили вот ассоциировать свободу выбора, вот как раз как с американским и настоящим. И эта тема, которая как раз поднималась у Степли и у Марата, вот про, вообще про американцев, про выбор, про то, что вот про свободу этого выбора и свобода она от или свобода она для. Вот эти как бы рассуждения тоже как бы интересны. Я в них немножечко блуждаю, скажу честно. То есть я как-то пытаюсь это все потихонечку уложить, но какую-то прям цельную картинку стройную и прекрасную пока не складывается. И пока у меня вот какой-то вот небольшой такой ком некого сумбура по этому вопросу, но я, кстати, не настолько сильно погружена в особенности и тонкости американской культуры. там мало изучала, читала, но вот то есть мне кажется, здесь какие-то довольно простые мысли, но опять же, Волис пишет их достаточно витиевато, ну, витиевато по смыслу, если как бы словесно это написано просто, что я все равно не очень, не могу очень легко и просто все это резюмировать. Вот. Если у кого-то есть какие-то резюме по этому вопросу, то можете их, в общем-то, высказать, будет очень интересно послушать. Так, потом, если вдруг, ну, вы, если что, не перебивайте, если у кого-то есть что сказать про историю вот про компанию Вайни и Вилс и про рекламу аспирина, Нунхаген аспирин. Если мы помним, у нас эта реклама была на машине Степли. Мы ее уже встречали, хотя у нас там где-то есть рассказ о том, что когда реклама переместилась на машины, их, в общем-то, перестали покупать практически, но, видимо, так как Степли государственное лицо, он не смог отвратиться, это у него машина с аспирином. Ну, я так думаю, что не удалось отвратиться, а там, кто его знает. потом, легко обвинить корпорации телесетей в жадности и близорукости, пишет Хэл, то есть он как бы находит причину для такую. А, кстати, забыла, вот из интересного сказать, когда мы говорили про поиски внешнего врага, вот я вспомнила в отношении Анан, этот очень интересно перекликается с анонимными алкоголиками, где они наоборот терпеть не могли, вот эти поиски причин и прочего, то есть такая позиция абсолютно противоположная. Джентл говорит, надо найти врага, надо объявить и насадить всем некую причину внешнюю, то есть кого-то, кто ответственный за проблемы и беды, а в психологии, в этике анонимных алкоголиков наоборот, то есть не надо никого обвинять, не надо никого оценивать и вообще нужно как бы там исходить из каких-то других посылок по этому вопросу, тоже это интересно, сейчас просто вспомнилась резко. Так, рассказывается про, значит, эти ужасные рекламы, у нас там получается, что у нас там аспирин, скрипки для языков и что-то там еще, что у меня вылетело из головы. Ну, это интересная концепция, что товар настолько отвратительный, вернее, товар, реклама настолько отвратительная и настолько пугает вот этим вот, соответственно, там, болями и настолько их могут визуализировать противно, гадко и так далее, и там эти скрипки для языков, что там еще, что вот при этом смотреть это неприятно и не смотрят даже эту рекламу и не смотрят даже те передачи, которые рядом соответствуют и везде рейтинги рушатся, но при этом это создает какой-то гиперневроз относительно вот как раз-таки а, там было про целлюлит средства, что-то такое, и значит, создается этот невроз, что люди бегут покупать эти скрипки, бегут, скупаются лекарствами от боли, аспирином, бегут за этим средствами против целлюлита, потому что невроз того, насколько это ужасно, ну, сами эти проблемы, он, конечно, там зашкаливает, и это тоже интересное действие рекламы, это вот через этот страх, который справлялся простой покупкой. Так, эти ролики потрясли зрителей до экстенциального мозга костей. Там, кстати, вот про эти скрипки самое интересное, что я когда прочитала, я вдруг неожиданно поняла, что я в последнее время куда не прихожу, там, или в гости, еще где-то, короче, у всех эти скрипки для языка. Я такая, так, что происходит? То ли реклама начала действовать сквозь расстояние и время? Я примерно никогда не встречалась с этим, поэтому я даже удивлена, что ты встретила хотя бы один скребок. Я вот тебе клянусь, вот у всех, у всех. Я верю, я верю, ну просто я имею в виду, что я, например, ну не знаю, не встречала. Может быть, они как-то, как это сказать, знаешь, создаются такие коридоры направленного действия, где-то действует, а где-то не действует. Ну еще есть такой, как бы, процесс, как по Юнгу синхрония, он тоже очень интересный, у него про это есть прекрасная книжка, вот про такие, как раз такие вещи, когда, вот, как раз через время расстояния какие-то процессы синхронизируются. Поэтому, возможно, это твой случай. Но, надеюсь, ты не впадешь в невроз и сможешь куда-то выйти без скребка и запасного скребка, потому что иначе тебе вот грозит вот именно вот это, что ты сможешь там не помыть голову, там и все остальное не помыть, ничего не сделать и так далее, но, значит, набор скребков обязательно. Вот, ну и как бы невроз на уровне там джентла, Горда Хьюза и так далее, и так далее. Так, интересный момент, что, значит, получается у нас начался рост убийств на бытовой почве, как и попросту суицидов, значит, взлетел до значений, которые придают особый мрачный оттенок предпоследнему году тысячелетия. так, тоже интересные такие статистические времосвязи. Понятно ли вам, почему это все происходит? Рост убийств. Ну, если можно, то проговорим. Да, мне непонятно, я бы послушал. Ну, я так понимаю, что вот, когда сгинула в небытие вот эта вот большая черверка телевизионная, то есть, во-первых, загнулось телевидение, которое там пока еще не нашло себе замену, то есть люди, наверное, мне кажется, стали просто больше общаться друг с другом, их сразу потянуло больше друг друга убивать. Плюс, как здесь указано, еще была проблема, что, ну, то есть, много людей было занято в этой индустрии, они тоже стали безработными, там, и прочее, у них появились проблемы, то есть, такой, как бы, целый комплекс причин, которые приводят вот к возрастанию на таком значимом статистическом уровне жестокости и прочего. вообще, как бы, телевидение, оно все равно отвлекает, так или иначе. Я понимаю, ну, вообще, если человека заставить больше общаться с другими людьми, чем в среднем он общается, то его внутренняя агрессия будет скорее расти. Не знаю, замечали ли вы такое за собой, но мне кажется, такая какая-то вот общая тенденция есть. Но опять же, здесь и рост убийств, и самоубийств. То есть, кто-то все-таки вот именно в агрессию внешнюю, кто-то вот от такого вот в агрессию внутрь не направлено на себя. Поэтому все-таки какие-то спусковые для напряжения механизмы должны быть и как-то должны, если одни уходят в небытие, должны как-то, наверное, быстро и грамотно заменяться. Иначе вот такие скачки будут. Так, значит, на YouTube я вам рассказала. Значит, как итог вот этих всех процессов рекламных, значит, американский массовый интертеймент стал по существу инициативным подчиненным клиента. То есть, это про возврат ответственности за, соответственно, там, свою жизнь, свой выбор, там, ну, то есть, что, люди стали более субъектными, чем объектными, можно так сказать, вот отказавшись от телевидения через вот так уж вышла реклама, которая при этом тоже загнулась. Вот интересный момент, что, значит, как же здесь указано, сейчас, какое-то длинное предложение, где говорится, я просто пытаюсь найти про кого, мне просто отмечено, что стало почти по-гопсовски свободным рынком. Видимо, это пространство интерлейса, вот что-то с этим связанное, а по-гопсовски свободным, если вспомнить, что по-гопсу, если не ошибаюсь, естественное состояние человечества, это война. то есть стало полем войны, так сказать, весь этот свободный рынок. Ну и про президента, который стал президентом с помощью Тома Вилса, собственно, я вам вначале сказала, что когда все эти индустрии загнулись, вот у одного беспартнерного ботинского рекламного агентства дела шли так славно, что Том Вилс то ли из сплина, ну то есть из-за меланхолии и хандры, то ли из-за миловероятного, но все же вызова, снизошел до управления пиаром маргинальной кандидатуры бывшего Крунера и шлягерного Магула, который все раскручивал микрофон, запровод и бредил об идеальных чистых улицах, творческих поисках козла отпущения и запуске человеческих отходов в мороз бесконечного космоса, который все стерпит. вот вам и предыстория появления джентла, который просто смог всего этого достичь благодаря талантливым рекламщикам, которые остались без работы. Вот так все иногда в жизни сложно закручивается. Ну и получается мы подошли к концу, если кто-то что-то забыл, какие-то цитаты, мысли, измельчания по этой норме, то давайте обсудим у кого-то еще остались вопросы, если таковые есть. Я, наверное, перечитаю там про рекламу, потому что что-то я уже в торопях дочитывала, и у меня осталось много вопросов именно вот по этой части. И тогда, если что, в чат пиши, да, вопросы эти будем, если что, найти на них ответы, если какие-то конкретные. У тебя даже еще вроде были вопросы, или мы на них так, в принципе, ответили, ну, в принципе, ответили, да. Ну, если что, да, если что, пишем. У меня показалось, что вот как-то все плотнее и плотнее делается текст, то есть, если раньше просто какие-то были описания, и, может быть, про людей, ну, может быть, это была водная часть, когда описывают героев, и нет такого большого насыщения какими-то терминами или концептами, а тут что-то все плотнее и плотнее делается текст в этом плане. То есть, я постоянно уже себя ловлю на мысли, как мы читали, Пинчину, что я там, не знаю, у меня все чтение, это было, читаешь фразу, идешь в Википедию, читаешь следующую фразу, идешь в Википедию, такое рваное какое-то было чтение, и вот сейчас мне это все больше и больше стало напоминать. Вот. Ну, у меня тоже ощущение чем-то похожее, что больше как бы информации и больше точек соприкосновения, потому что читаешь и вспоминаешь уже, что об этом было, и пытаешься вспомнить и связать и так далее, то есть, если изначально прям есть понимание, что это просто кусочки, которые потом когда-то надо будет связывать, то вот оно, как бы, как есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни, то вот пришло время потихонечку эти все там ниточки завязывать и вот искать ответы на конкретные вопросы, вот, и иногда это увлекательно, иногда менее увлекательно, ну, в целом, ну, мне вот, если, допустим, детективная составляющая нравится, ну, и там остальные какие-то элементы тоже интересные, хотя, ну, там, не знаю, мне, например, про рекламу не особо хочется перечитывать, мне это не так интересно, как бы, а там какие-то другие моменты, там, наоборот, кажется, там, прям крутыми это все-то, и вот, уже можно там погрузиться в то, что наиболее близко, как-то там, более плотно за этим следить. Не, ну, я вот, допустим, не то, чтобы интересно при рекламе, просто у Олиса очень часто он что-то описывает, да, и как будто это аналогия для чего-то, какой-то, как пример, да, например, на примере которого он описывает, и вот скорее о чем. Да, ну, да, вообще главы еще, если вы заметили, удлинеются, ну, по крайней мере, вот эти вот несколько последних были длинными, то есть более подробным становится текст, и в плане того, что мы дольше времени проводим с героями, и что нам все более и более детально обо всем рассказывают, при этом, когда мы встречаем через детали, мы понимаем, что мы их уже там 500 раз где-то встречали, либо, опять же, к этому герою, либо даже к другим героям, но все равно они уже, как будто бы даже никуда с коми могли набить, но этот ком, вот повторений продолжается, 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 наверное, чтобы если мы где-то считали невнимательно, то все-таки мы, встретившись с одним и тем же 500 раз, точно все-таки в один из 500 разов на него обратили внимание. Это, кстати, очень похоже, как вообще пишут книжки американские авторы. По сто раз, по сто раз тебе и с этой стороны объяснят, и с этой стороны ты уже думаешь, блин, ну, господи, переходи к следующей мысли, там какая-то идея. Авторы, я поэтому, кстати, Каннамена не смогла дочитать эту книжку, вот из последнего такой очень яркий пример, который, думай медленно, решай быстро. И вот он обжевывает, обжевывает какую-то одну мысль, и ты уже не выдерживаешь. То есть, и сколько я книг вот читал, таких, может быть, нон-фикшн американских, это у них вообще какой-то прием такой распространенный. Пока ты уже там просто не закричишь, а-а-а, прекратите. Вот здесь я тоже это ощущение словила, когда одно и то же с разных сторон какие-то мысли или концепции. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Единственное, что у меня, например, когда я читаю Воллеса, такого нету. А когда я читаю вот таких же авторов, встречала такие книжки, повторения по 500 раз, мне это жутко бесит. Почему-то каким-то образом смог Воллес нивелировать этот эффект, как будто бы есть какое-то, ну, есть ощущение смысла и какой-то причинности того, почему это так сделано. Тем более, все-таки, это как-то более умно, более изящно представлено. То есть, все повторы какие-то, они все равно там с изменениями, они с другими интонациями, они с какими-то там дополнениями. И ты просто скорее понимаешь, что есть каких-то вот линий размышлений, там, не знаю, Марата Истипли, там, про канадцев, про американцев, что есть вот какие-то проблемы зависимости, что есть что-то там про фильмы, про человека, зрителя, там, и что-то еще. Ну, то есть, какие-то эти линии. И, ну, как бы, мир закручивается в некую такую пересекающуюся, очень плотную между собой структуру, что, наверное, если вот внимательно, там погружаться в какие-то процессы нашего реального мира, тоже, ну, можно и таким образом видеть мир. Тут мне немножко вспоминается из вот Радуи, там есть для тех, кто не читал, герой, который очень сильно параноид. И, то есть, ему кажется, что все, ну, у всего есть причины и какой-то смысл событий, то есть чрезмерно, то есть, ну, параноид в том плане, что в реальности это, наверное, такого и нет, это именно вот его, ну, как выдумка его мозга, там, больного, воспаленного, можно таким образом, это сказать. но в какой-то момент у него, наоборот, такая случается антипаранойя, и он видит мир как раз-таки не связанным, а полностью как бы расщепленным и не взаимодействующие эти части между собой. И это тоже интересный момент от этого вот спектра от полной паранойи до антипаранойи, то есть, насколько вообще все связано и, или не связано, то вот если говорить про книгу Воллеса, то она вот от нуля, если мы представляем, что ноль и на одном конце спектра паранойи, на другом антипаранойи, то она от нуля вот склоняется в сторону паранойи в плане взаимосвязанности каких-то структур, такой очень сильный, плотный, какими-то общими понятиями, которые переложимы на очень разные сферы, хотя, казалось бы, они там не должны в этих вещах пересекаться, но они пересекаются, вот, и это очень интересный эффект и очень такой, как бы, ну, я не то, чтобы прям стопроцентное совпадение, да, вот с этой мыслью, что Каннеман, да, пишет так же, как Уоллес, или Уоллес, как Каннеман, но я вот это, американскую манеру, не то, что ходить вокруг да около, но я думаю, что ж мне это напоминает, а, вот, то есть какие-то отголоски в этом есть, может быть, просто как прием некий, вот, кстати, у меня такой вопрос, я понимаю, что вы все, наверное, устали, уже хотите все это прекратить, но я тут себя поймала на мысли, что только сейчас более-менее он начал какие-то вещи описывать, да, то есть вначале ничего не понятно, а просто как-то так странно книга построена, что, может быть, по идее, если бы он вот эти вещи бы вначале, да, рассказал, то есть у него как будто все вывернуто, получается, что сначала просто какие-то герои, и там что-то упоминается, и ты вообще не можешь понять вообще, к чему это, и как будто нарушилось. это книга нарастания хаоса, то есть это я тоже нарастание, мне наоборот про треугольник серпинского писали, и у меня сейчас складываются эти маленькие треугольнички в большие треугольнички, и, наверное, под конец они сложатся в один большой треугольник. Ну, помните это? Я пока про вот этого серпинского вообще, я не могу пока вот эту схему приложить к тексту, я пока вот, ну, как будто бы, ну, может быть, плохое сравнение, как калейдоскоп, но вот я вижу это так, что отдельные истории, там история Гейтли, это один маленький треугольничек, история там Эрдеги, это другой треугольничек, и они как бы один к другому складываются в какие-то истории, уже где вместе, там, например, встречаются в анонимных алкоголиках несколько персонажей, которые до этого были каждый в своем треугольничке, вот, и этот большой анонимный алкоголик, он там еще куда-то складывается, то есть вот в таком ключе. Ага. Ну, просто вот сейчас я читала как раз вот эту норму, и я такая думаю, блин, вот если бы я бы эту информацию, если бы она изначально была, да, то нам лично, мне было бы намного понятнее вообще, о чем речь идет. То есть, как бы, типа там что-то обсудили, но а в силу того, что ты, может быть, и не понял, о чем там речь, и уже я и забыла о многих вещах, или не поняла, или не придала значения каким-то вот этим там нюансам, да, или каким-то вот штришки какие-то, да, он там в тексте упомянул о чем-то, я не поняла и забыла об этом, и я иногда себя ловлю на мысли, что вы в обсуждении, а вот это было там, не знаю, вот я каждый раз удивляюсь, когда вы говорите про череп там отца, когда они его выкапывали, я этого не помню вначале, потому что, ну, ты когда не понимаешь, на тебя какая-то волна нахлынула, да, и я этого не помню из начала книги, то есть, как бы такая странная ситуация складывается, что он, конечно, вроде бы как проясняет к середине книги, да, но я этого не помню, поэтому мы вместе собираемся и вспоминаем все дружно, да, слава богу, вообще, если бы не вы, я бы, наверное, вообще, там, большей части не поняла бы из этого, хорошо, что мы все что-то помним, там, по отдельности, и как-то все это в кучку складываем, все, конец сообщения, ага, все, вы меня слышите сейчас? Сейчас, да, да, у меня просто последние минуты три, наверное, сколько-то там интернет заболело, периодически отключается, поэтому, возможно, на записи концовка вот этих последних пяти минут будет какая-то странная, не знаю, будет ли это с эффектом инканденции, будет ли там что-то интересное, ну, короче, она может прерываться, там, не знаю, она будет отражена, но имейте в виду, но это вот на последнем вот вопросе Леры, буквально, но поскольку интернет у меня заболел, я предлагаю потихонечку нам прощаться, потому что я думаю, что мало ли он сейчас вообще нам ничего не даст, ну, тем более, если там, я так понимаю, уже практически все обсудили, наверное, что хотели, если есть какие-то прям конкретные вопросы общие по книге, можете тогда, пока ваша голова свежа, ну, или, если она еще свежа, хоть сколько-нибудь, записать их прямо, и тогда, в следующий раз тоже можем их обсудить, а то у нас даже, видите, Георгий покинул, хотя он обычно на самом последнем ходит, но тоже, видимо, пора. Вот у меня как раз вопрос, что вы там делаете с Георгием, мы молчим, получим заветом инконденции. Я только что-то узнала, да. Да, я просто иногда выключаю запись и не сразу выключаю чат, это просто два разных процесса, и поэтому, а что происходит с Георгием, я не знаю, можно задать им этот вопрос в чате, что он делает в чате, когда все выходит. это вот сейчас его, видимо, какие-то силы телепортировали. Возможно, он или Лунатик, или кто у нас там был, точно вы помните. Или телепат. Да, да, или телепат точно. Не, не телепат, там был какой-то другой процесс. Или кинетик. В общем, да, я думаю, надо расходиться уже. Спасибо большое за встречу. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо огромное. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok